Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 июля 2016 года, четверг. По одному из старинных 27-й день месяца получения даров природы, 7524 лета, вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Мужское здоровье». Главный соведущий, я надеюсь, как и мною, долгожданный в эфире Захар Белинский. Арират, здравия тебе, Арират! Здравия, родичи! Итак, давненько ты у нас не появлялся в эфире, то в поездке, то интернета нет, то всякое бывает. Вот, наконец, дорвались, так сказать, до шашек. Давай сейчас будем разбираться, что же такое за «Мужское здоровье» и что мы имеем в виду под этим словом «Мужское здоровье». Давай разбираться. Я так понимаю, можно уже говорить? Да уж давай, конечно, что затягивать-то? Ну, я предлагаю, так сказать, начать с конца. Венцом проблем «Мужского здоровья» может быть аденома простаты. Так, ты, подожди, ты что, в прямом смысле решил начать с конца? Давай так, ты не намекай, у нас люди понимающие, поэтому давай так. Начнем вот лучше вот с этого, давай без намеков. Итак, мы начинаем. Ну, давай. Значит, одной из наибольших проблем мочеполовой системы мужчины может быть аденома простаты. Это явление, которое можно назвать смело мужским климаксом. То есть, когда мужчина теряет большую часть своего желания и функций, способностей и к деторождению, и к полноценному здоровью. Так вот, для того, чтобы избежать этого, для того, чтобы жить полноценно до старости, там и один, и дай бог, и, может быть, наконец-таки начнем жить и несколько кругов жизни в полном здравии, нужно следить за тем, чтобы простата мужчины, во-первых, всегда нормально кровоснабжалась, во-вторых, обеспечивалась полезными веществами. Это мы можем обеспечить за счет движения, за счет двигательной активности постоянной, за счет удовлетворительного качества крови, за счет поступления и наличия в рационе необходимых веществ питательных. Ну вот, также сегодня еще хотел поговорить о геморрое. Геморрой хотя бы бывает не только у мужчин, но и у женщин, но, тем не менее, у мужчин он бывает чаще, поскольку в некоторой степени, возможно, мужчины ведут больше такого сидячего образа жизни, то ли мы больше времени проводим за рулем, то ли еще каким-то образом, то ли у нас опускается нижний отдел и кишечника чаще, чем у женщин, придавливает, нарушает венозный отток крови, мы получаем геморрой. Вот. Поговорим сегодня о геморрое. Геморрой тоже такая проблемная штука, которая как бы касается многих из нас, у меня у самого она была вследствие, когда-то в молодом возрасте еще из-за занятий спортом, занимался тяжелой атлетикой и вот нежданно-негаданно появилась вот эта штука. Я сначала даже испугался, что это такое, не понял, но потом уже разобрался. И он от тебя здрасте, да? В общем, говорить будем сегодня в первую очередь на основе, на первой чакре, да, базироваться будем? Ну да, да. На зароде будем говорить о том, что если мы недостаточно получаем нашей жизненной силы, энергии от нашей планеты, вернее не от планеты, а от Земли, вот, то у нас могут происходить вот такие вот заболевания, возникать. Итак, с чего начнем? Давай как-то определим схему эфира, о чем мы будем разговаривать прежде всего, потому что рецептов много, сказать есть много о чем, и вот как-то с чего начнем? Ну так вот с чего ты назвал, давай начнем. Во-первых, мы должны определиться, что такое простата, что такое простатит, чтобы многим стало понятно. Кстати, тут некоторые девушки пишут прям краснеют, о, как интересно, типа, может прям хоть из чата выйти, а то мужская беседа. Я думаю, что наоборот, Светлана, не надо выходить из чата, давайте уберем вот этот излишний, так сказать, неоправданный стыд, а будем понимать, что может происходить с вашими родичами, которые не только юбки носят, но еще и к мужскому полу отношения имеют. Поэтому мотайте, ну, усы, если нет, то мотайте на что-нибудь, и, может быть, еще случится кому-то помочь и сделайте доброе дело. Итак, значит, простатит – это дисфункция простаты, которая берет свое начало в нарушении кровоснабжения предстательной железы, то есть ее же простаты, то есть из-за нарушения кровоснабжения мы получаем вначале воспаление вот этой вот предстательной железы, именуемой в простонародье простатитом. Затем это состояние может перейти в аденовую простаты, вот, ну, и затем, возможно, и развитие каких-то других, более сложных патологических состояний. А симптомы какие? Какие симптомы? Ну, симптомы распространенные, достаточно известны. Это болезненное мочеиспускание, вот, это недостаточное мочеиспускание, когда вроде бы мочеиспускание произошло, но желание сходить в туалет по-маленькому все еще остается, и человек пытается его осуществить. Это частое мочеиспускание, когда человек просыпается несколько раз по ночам, бежит в туалет. Это, возможно, болезненные ощущения в области простаты, ну, как определить эту область? Это область между корнем полового члена и анусом, вот, в этом промежутке. Там болезненные ощущения могут быть. То есть, получается, что когда там надавливает человек, ощущение, что он до конца еще не освободил свой мочевой канал, да, и ему хочется, как будто что-то давит, давит моча, и ему хочется лишний раз сходить к белому своему другу. А на самом деле там просто давит, и поэтому это вот видимость этого ощущения. Там на самом деле он может быть уже пустой. Ну, там нет, он не пустой, там в нем действительно есть, но воспаленная простата, она поджимает мочеиспускательный канал, вот, оказывает воздействие на мочевой пузырь, и часть мочи из мочевого пузыря не оттекает. И вследствие этого еще может происходить инфицирование мочевого пузыря. Дело в том, что если моча задерживается в нем дольше обычного, то происходит развитие патогенной флоры в мочевом пузыре. Вот, может произойти из-за этого еще воспаление мочевого пузыря, цистит. Если же такое явление происходит длительный период, то возможно инфицирование почек. Вот этой вот вторичной мочой, вторичной мочой, почему? Потому что она оттекает из мочевого пузыря в почке, когда человек занимает горизонтальное положение. И таким образом из-за воспаленной простаты мы можем получить и цистит, и можем получить различные дисфункциональные состояния почек. Поэтому к этому следует отнестись серьезно. Помимо всего прочего, воспаление пристательной железы может возникать из-за, скажем так, слишком бурной половой жизни, когда мужчина занимается сексом ежедневно. Ежедневно заниматься сексом, ну, я не являюсь ханжой, но у каждого свои силы, нужно рассчитывать их. И если случается такое, что за один день происходит там несколько эякуляций, то может развиться воспаление пристательной железы. И это, в свою очередь, нарушит работу мочеполовой системы. Поэтому, если, к примеру, нет осознанного подхода к занятию сексом, то есть когда занимается сексом для продолжения рода, а есть подход такой, чтобы для получения удовольствия, то все равно рассчитывайте свои силы и имейте в виду, что ресурсы резервы организма ограничены. Вот. Это может привести к достаточно серьезным проблемам. Такая ситуация. Потом, о чем говорил раньше, это нарушение кровоснабжения. Здесь важно следить за тем, чтобы кровь человека была жидкой, и она могла спокойно омывать тело предстательной железы, принося туда полезные вещества. И, что очень важно, не только принося, но и оттекать, о чем я говорил. В основном, все проблемы человека, связанные с кровоснабжением, возникают из-за нарушенного именно оттока венозной крови. Не из-за притока. Приток крови-то осуществляется у нас более-менее хорошо, а вот отток крови, обратный ее цикл, часто бывает нарушен, вследствие того, что венозные сосуды, они не имеют собственной мышечной структуры, в отличие от артериальных. И они поддавливаются теми органами, которые, допустим, смещаются или увеличиваются в своих размерах вследствие отека или воспаления. Вот так бывает с простатой вследствие изменения состояния слепой кишки и сигмовидной кишки. Они могут передавливать вены, по которым оттекает кровь оттуда. Может возникать эффект застоя. И вот именно тогда, когда возникает застойное состояние крови в области предстательной железы, тогда там формируется благоприятная среда для, опять же, для развития вирусов, бактерий и прочих патогенной флоры. Тогда могут возникать вирусные какие-то воспалительные процессы, вирусные простатиты. Такая вот ситуация. Часто бывает от переохлаждения у нас возникают какие-то заболевания, связанные с мочеполовой системой. Но, и опять же, следует понимать и осознанно относиться к тому, что мочеполовая система – это единое целое. И воспаление простаты, оно тут же неразрывно начинает связываться и с мочевым пузырем, и с почками, как я тоже приводил ранний пример, такой очень упрощённый. Но, тем не менее, это так. Когда у нас заболевает простата, сразу нужно понимать, что у нас есть и дисфункция почек, есть и дисфункция мочевого пузыря и всей мочеполовой системы в целом. Вот. Ну вот, как бы так. Да, ну и вот то, что ты сказала, оно плавно потом перетекает и к вопросу геморроя. Потому что где застой, где неподвижность, где зажатость, там и появляются различные формы, варианты геморроя. Да, как раз об этом поговорим. Ну и да, геморрой, что по сути такое геморрой? Геморрой – это микос эпителия сосудов нижних отделов прямой кишки. Вот тебе только поругаться. Значит, микос эпителия, по-русски говоря, это грибок внутренней части сосудов. То есть там, когда нарушается полноценное кровоснабжение прямой кишки, опять же из-за того, что происходит давление, вот слишком сильное давление из нижних отделов кишечника, там что-то поджимается каким-то образом. Ну там различным образом может поджиматься. Так вот, когда там наступает застой, то там начинает развиваться грибок кандида. Опять же, тот же самый кандида. И он разъедает венозные сосуды, и у нас появляются вот такие вот геморрой дальние проявления. Там внешние шишки, внутренние шишки, трещины уже там у кого. Ну это всё, по сути, грибковое заболевание. И выход, единственное, как вылечить геморрой полноценно, не прекратить там временно, а вылечить его, это нормализовать кровоснабжение, чтобы с новой кровью, которая придёт по нормализованному кровоснабжению, пришли и вещества, полезные вещества, которые смогут эту кандиду нейтрализовать. Либо же можно воздействовать, как, собственно говоря, в народной медицине чаще всего и делается, это непосредственное приложение сил вот к прямой кишке. Туда поставляются каким-то образом полезные вещества, которые уничтожают кандиду, и одновременно с этим восстанавливаем кровоснабжение. Вот таким образом можно справиться с геморроем. Оперативным путём, удаляя то одну шишку, то другую, справиться с геморроем невозможно. Это купирование каких-то, то есть, ослабление болезненных ощущений, там чего-то такого, временная мера. Потому что вырезали одну шишку, вторую шишку, через какое-то время, если не справить общие ситуации, появятся новые. И ситуация будет только ухудшаться и ухудшаться. И каждый раз, вмешиваясь туда оперативно, мы можем образовывать и спаечные различные процессы, которые могут возникать от оперативного вмешательства и так далее. То есть, ничего хорошего от этого не будет. А вот если, например, люди, часто болеющие геморроем, используют какие-то там мази, ну, вот сейчас много там всяких мазей, и только там что-то где-то появилось, сразу туда мазью раз и так далее. Но ведь есть какие-то другие способы борьбы. Я думаю, мы это с тобой как раз и коснемся сегодня, да? Как уйти от этого всего? Конечно. Мы расскажем рецепты, какие масла можно использовать для внутреннего введения, какие масла можно использовать для внешнего нанесения на область заднего прохода. Расскажем о свечах, какие свечи можно применять, гомеопатические там или медицинские, для того, чтобы местным образом нейтрализовать. Расскажем эту, да и, в принципе, и сейчас можно рассказать, эту известную шутку относительно геморроя, когда мужчина приходит в аптеку и просит у фармацевта, дайте мне что-нибудь от геморроя. Ему дают свечки, ну, и говорят одну на ночь. Вот он приходит через неделю злой, говорит, что употребил всю пачку и не помогло. На него смотрят так удивленно, говорят, как же их употребили? Он говорит, вы думаете, я что, дурак? Вы думаете, что я их в жопу засовывал? Ой, я прошу прощения, может, не цензура, но естественных слов не выкинешь. Ну да, 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 слышал вариант другой, вот вам это, свечи, пожалуйста, используйте, через два дня приходят, все закончились, вы что, их едите? Нет, блин, в задницу засовываю. Ну да. Ну да, хорошо, так, ладно, ладно, ну давай теперь, наверное, еще, мы что-то коснемся, кроме зарода, какие-то чакры еще будем вверх подниматься, до головы наконец-то дойдем или как-то там на нижних центрах и остановимся? Ну, можем, в принципе, пойти куда угодно, это как скажешь, ты рулевой. Потому что, как известно, что, понимаешь, все проблемы, они вот немножечко повыше все-таки, да? Ну ладно, хорошо, давай начнем с самого простого, чтобы у нас ведь все-таки люди в любом случае готовы воспринимать информацию по первым чакрам, по первой чакре, по первым нижним самым центрам и так далее. Потому что это есть у всех, и у всех это более-менее как-то проявлено. У кого-то это прокачано, у кого-то это собрано, у кого-то не собрано, но это есть. И так или иначе, даже женщины, слушая о мужских проблемах, могут себе что-то представить. А что там в голове творится, ну да, сам о себе-то и удивляешься, да, не знаешь. А вот об этом как раз проще говорить. Давай с этого и начнем. Итак, вот столкнулись мы с такой проблемой. Теперь чего делаем? Значит, при воспалительных процессах прямой кишки, вернее, не прямой кишки, сейчас это не прямой кишки, а при воспалительных процессах предстоятельной железы очень полезно использовать фитосборы, то есть различные травы. И вот обязательно, когда составляется фитосбор для преодоления этой ситуации, нужно, чтобы в этом сборе были фитоэстрогены, были гонадотропные травы, были противовоспалительные, седативные, были цитостатики и иммуностимуляторы. В совокупности, и только в совокупности всех этих трав мы можем получить тот эффект от фитосбора, который нужен. Фитоэстрогены – это что такое? Это вещества, похожие по строению на женские половые гормоны, но только похожие. У них в некотором смысле сходные действия, но в целом это достаточно своеобразные и идентичные вещества. Современная наука в точности не дошла подтверждения тому, что это именно женские половые гормоны, только вот такие вот растительные. Так вот, что может являться фитоэстрогенами? Ну, прежде всего, это солодка, наиболее сильный фитоэстроген. И в сборы, которыми хотите лечить простатит, желательно всегда включать корень солодки, экстракт, отвар корня солодки. Затем используются гонадотропные. Что такое гонадотропные? Это травы, стимулирующие выработку гормонов кровоя надпочечников. Следующие травы, которые я назову, они очень полезны, очень показаны при различных проявлениях простатита. Это радиола розовая, евзея сафроловидная, элеутерокок, горец почечуйный. Кстати, горец почечуйный, он так еще почему называется, почечуй трава, почечуй по-старому, по-нашему, это геморрой. Так вот, есть даже названа такая специальная трава, горец почечуйный. Вот, или спорыш по-другому. Он, спорышом, кстати, можно спокойно лечить геморрой. Но в данном случае, вот этот вот горец почечуйный, он еще помогает при воспалениях простаты. Также еще гонадотропным является бузина черная. Все эти травы воздействуют на работу области надпочечников. Затем противовоспалительные. Противовоспалительные травы можно включить такие, как береста, то есть короберезы. Опять же, солодка является противовоспалительный, дуб прекрасно выполняет противовоспалительные функции, содержит много дубильных веществ. Сабельник, чеснок. Сюда же добавляют в этот сбор еще седативные. Мята, мелиса, валерьяна. Используют еще для того, чтобы предотвратить, например, появление аденомы, развитие аденомы, используют травы, так называемые цитостатики. Цитостатики, то есть цитоклетка, статус спокойный, то есть травы, которые препятствуют росту клеток. Но, может быть, в целом, конечно, такие травы не очень полезны для человека, но на период лечения, для того, чтобы предотвратить развитие аденомы, они полезны. Так вот, цитостатиками является кипрей, кстати, он же Иван-чай. И поэтому я как-то в одной из передач уже говорю, что Иван-чай нужно пить не то, что аккуратно, но не запиваться им. То есть один, два, там, несколько раз в день, не более, потому что в противном случае можно ввести в организм слишком большое количество женских гормонов. От этого тоже ничего хорошего не бывает. Потом цитостатиком является туя. Туя, кстати, прекрасно можно использовать и при различных опухолевых процессах, и как доброкачественные, и злокачественные. Это кольхикум, аконит, чеснок и мухомор. Насколько я знаю, при нашей первой встрече с тобой в Красной Поляне ты рассказывал, Алексей, пример, рецепт изготовления мухомора, как из мухомора приготовить снадобие целебное. Ты рассказывал, что его каким-то образом можно приготовить, снять его. Мало того, у нас есть даже передача, была не так давно, где подробно, ну, не с тобой, а с другим человеком, где он подробно рассказывал тот рецепт, который сам уже испробовал, который реально работает, и который можно применять. Он дал все дозировки, прям подробно-подробно все изложил. Так что те, кто хочет попробовать, как это все действует, именно не отравившись, не нанеся себе вред какой-то, пожалуйста, давай отошлем их к той программе и просто не будем время занимать на это. То, что мухомор это удивительное средство, об этом было давным-давно известно. Просто сейчас многие, уж не знаю, там, врачи или фармацевты, кто это делает, они пытаются напрасно на некоторые наши древние средства лекарственные или целительские, наложить какую-то грязь, муть внести для того, чтобы, наверное, людей как-то поближе к себе притянуть и получать с этого хороший барыш. Вот мухомор относится как раз к одному из таких удивительных природных средств, которые позволяют избавляться от множества проблем вплоть, насколько я понимаю, онкологии тоже. В общем, там много, что есть интересное. То же самое с чагой происходило в свое время, да и с многим другим. То есть отравиться как таковым мухомором, как показ практики, невозможно, потому что возникает естественный рвотный рефлекс и все выходит, идет чистка организма. Даже если просто захотите вот так вот съесть, с точки зрения, чтобы отравиться, вряд ли это получится. Я не встречал упоминания, что мухомором кто-то наелся и отравился, потому что рвотный рефлекс сразу вызывается, идет прочистка. Вот. А есть мухоморы можно, но при этом снимается вот эта шляпочка как раз аккуратненько снимается, чтобы вот эти белые пятнышки не попали. То есть в сыром виде можно мухомор как сыроежку есть. Не будет никаких там последствий вообще, но естественно не в большом количестве. А вот если мы хотим лечиться, то там вот отдельно была передача, как сделать настой, сколько капель принимать, именно капель, не литров там, ничего, именно капель, какой последователь, и так далее. То есть мухомор это вообще отдельный разговор и вот у нас была недавно передача. Дальше. К иммуностимуляторам, вернее не то, что к иммуностимуляторам, следующий тип трав, о которых мы говорили, вот противовоспалительные, седативные, цитостатики и далее иммуностимуляторы. Для чего? Для того, чтобы стимулировать местный иммунитет в области простаты. Это такие травы, как чеснок, чага, лимонник, солодка, опять же, женьшень, мораль и корень. Но это основные и наиболее сильнодействующие в этой сфере. Поэтому если, когда будете составлять сбор кровяной, то учитывайте вот эти все травы и как-то компонуйте. Но это не значит, что в один сбор нужно все добавить. Из каждого раздела можно взять по одной, по две травы. Еще нужно учесть характер течения заболевания, то есть, что преобладает, что нужно. К примеру, если все это произошло на нервной почве, то добавить, допустим, какую-то большую часть седативных трав. Если это все произошло на фоне упадка иммунитета, там местного, допустим, то добавить больше иммуностимуляторов. Если на фоне какой-то вирусного воспалительного процесса добавить больше противовоспалительных трав, то есть, нужно с умом к этому подходить. Не наугад, там, не те травы, которые по названию больше добавились, а, конечно, немножко их поизучать. Далее, как бы, вводную часть еще хочу добавить, что для того, чтобы лучше работала предстательная железа, необходимо кушать как можно больше петрушки. Ну, и зелени в целом. А лучше петрушки. Много-много. И тогда с работой предстательной железы все очень даже неплохо. Полезно использовать гомеопатические свечи. Такие, например, как свечи Арника, свечи Гомомилус, свечи Эскулюс, свечи Опилак. Это гомеопатические свечи, которые работают на разжижение крови. Они являются противовоспалительными, поднимают местный иммунитет. Я ранее редко использовал гомеопатию, но сейчас, можно сказать, распробовал и часто начал применять в своей практике какие-то свечи, какие-то шарики, потому что убедился, что информационная медицина на самом деле работает и очень полезно включать ее. Но использовать не только свечи гомеопатические, но и свечи с метилуроцилом. Допустим, их можно между собой чередовать. То есть, один день мы принимаем гомеопатическую свечу, на следующий день мы принимаем свечу с уралмелоцином, с метилуроцилом. Принимать их один раз в день, на ночь. Ну и в основном лечение простатита за счет свечи происходит за счет подъема местного иммунитета. Ну, хотел дальше привести, пока мы говорим общую часть, скажем так, а простатите, какие еще рецепты можно использовать для того, чтобы улучшить потенцию работы приставительной железы. Здесь я хочу сказать о сахаре, хотя сахар я не рекомендую никогда, и тем более молоко, которое будет в этом рецепте, но в качестве лекарства сахар использовать можно. Так вот, рецепт такой, черный перец плюс коричневый сахар смешать в равных частях и половину чайной ложки растворить в стакане теплого козьего молока и выпить. После этого происходит усиление потенции у мужчин. Кстати, достаточно полезно. Вот. При нарушенной проходимости семенных сосудов следует употреблять следующий рецепт. Две столовые ложки подсолнечного масла добавить в них, в эти две столовые ложки подсолнечного масла добавить три капли эфирного масла мяты и втирать в область почек, в область поясницы и на стопы. Подобные растирания тоже дают очень хорошую стимуляцию работы предстательной железы. Отвар мяты с медом полезный. Мы что берем? Мы берем одну чайную ложку мяты на стакан кипятка. Провариваем 10 минут, затем охлаждаем до 50 градусов. Ну, то есть, так сказать, чтобы он был слегка теплый. И добавляем столовую ложку меда. Перемешиваем между собой и пьем. Но единственное, вот здесь нужно пить, чередуя с настоями котовника лугового клевера. То есть, день мы пьем настой котовника лугового клевера, там их перемешиваем между собой в равных количествах и от этого столовую ложку на пол-литра завариваем. И один день пьем отвар мяты с медом. Это также стимулирует работу предстательной железы. Используется железо-кремниевая вода, очень полезная для работы простаты. Она наличием элементов, которые в ней находятся, стимулирует. Потом, какие специи полезны употреблять. Это базилик, майоран, розмарин, зирабр, борис, шафран, карри, имбирь. Интересный рецепт для стимуляции деятельности предстательной железы с кофе. Хотя, само по себе кофе я тоже не особо жалую, по той причине, что она загущает кровь. Но, в данном случае, как лекарственное средство, как лечебное, можно использовать. И здесь, такой достаточно оригинальный рецепт кофе на кружку. Кофе берем щепотку корицы и щепотку сухой измельченной цедры, апельсина, лимона, и перемешиваем, получаем достаточно интересный эффект. Очень хорошая стимуляция. Но это в общих чертах, то есть, какие-то рецепты для самолечения, чтобы кому-то помогло. А теперь я хотел бы рассказать о том, как на самом деле лечится простата. Какие бывают пациенты, с какими проблемами не приходят, и как на практике, ну, допустим, в своей практике я их лечу. Значит, бывает так, что пациент приходит в памперсе, вот, у него недержание мочи, у него практически полная импотенция, он использует какие-то таблетки для того, чтобы у него возникала эрекция. Ну, такие бывают пациенты, и через где-то примерно месяц такой, не то, что вялотекущий, но степенной, размеренной терапии, примерно два раза в неделю с пациентом встречаются, у него полностью прекращается значит, недержание мочи, у него возобновляется эрекция, и у него возникает, снова усиливается желание, при том, при всем, что возраст его порядка 65-70 лет. Понятно, что это возраст небольшой, но по нашей жизни достаточно уже такой пожилой человек. так вот, каким образом его лечил, значит, и не только его, но и вообще вот всех. Не люблю употреблять слово шаблон, но в данном случае вот тот метод, который сейчас расскажу, те приемы, которые используются, используются в совокупности мной, они дают стабильно положительные результаты, и простатиты, прочие мочеполовые системы, проблемы мочеполовой системы, они отступают. Так вот, это массаж нижней части живота, это восстановление нормального состояния брюшной части аорты и восстановление состояния желудка. Это вот что относится непосредственно к простате. Теперь объясню подробнее. Значит, ну, непосредственно массаж нижней части живота, мы об этом уже разговаривали, я тут объяснял, и в YouTube я там выкладывал эти ролики, как массировать нижнюю часть живота, так что при желании можно все это посмотреть. Зачем моносировать нижнюю часть живота? Для того, чтобы руками непосредственно снимать то напряжение, те болезненные ощущения, которые имеются для восстановления локального кровоснабжения, чтобы в области применения силы, то есть внизу живота, все было мягко и безболезненно. Так мы останавливаем приток и отток крови внизу живота. Далее, идем по пути кровоснабжения. Затем у нас на пути возникает полая вена и брюшная аорта. Это сосуды, по которым притекает и оттекает кровь. Соответственно, для того, чтобы восстановить кровоснабжение низа живота, нам нужно быть уверенным, что кровоснабжение пола и вены и брюшной части аорты было нормально. Для этого мы, опять же, руками в ручном режиме воздействуя на них, надавливая, слегка разминая, вибрируя, мы снимаем с них напряжение, делаем их безболезненными. Здесь нужно обратить внимание на такую опасность, что может возникать ситуация ишемии и окклюзии брюшной части аорты. В этом случае на брюшную часть, на аорты нужно воздействовать очень аккуратно, мягенько. Как мы можем это установить? Но те, кто более опытный, они могут руками, пальцами прикоснуться и понять, что существует, присутствует состояние окклюзии. Те, кто не совсем в этом разбирается, могут посмотреть на верхние века. Просим пациента закрыть глаза, он закрывает глаза и видим, что по верхнему веку прямо над линией ресниц идет как бы такая сосудистая полосочка. Это признак ишемизации брюшной части аорты, тем более ишемизация до предыдущей ступени, конечно, можно предполагать, что есть и состояние окклюзии. Поэтому в этом случае работаем очень-очень мягенько. Если такого состояния нет, то можно оказывать более сильное воздействие, более сильные разминающие движения. То же самое и с полой веной. Причем, если присутствуют какие-либо достаточно сильные напряжения в этом сосуде в полой вене, то здесь возникает еще ситуация выпотевания плазмы крови через стенку полой вены, и тогда мы получаем такой животик, как студень при прикосновении. Это не жир, а именно плазма крови выпотевшая. И когда мы восстанавливаем эластичность полой вены, то этот эффект тоже уходит. И у людей реально уменьшается объем этих животов и кровоснабжение. Венозное кровоснабжение печени тоже улучшается. Но здесь, чтобы не погрешить противости, нужно сказать, что при этом необходимо еще массировать портальную область печени, то есть туда, куда входит полая вена, для того, чтобы снимать оттуда напряжение. Как найти эту область печени? В принципе, ничего сложного. Мы берем линию от пупка до плеча на пересечении с правой рёберной дугой и от этой точки берем вектор движения в сторону подбородка. Немножко отступая от ребра где-то на 2-3 пальца, углубляемся, поскольку область порта печени находится где-то на расстоянии 3-4 пальцев ниже рёберной дуги. Вот туда углубляемся и давим в сторону подбородка. И так мы попадём в область порта печени. Разминаем вот эту часть. То есть размяли низ живота, размяли область полой вены, брюшной аорты и теперь поднимаемся в область желудка. Нужно необходимо размять желудок для того, чтобы у нас нормально работала предстательная железа. Как ни странно. Для чего мы это делаем? Потому что желудок отягощаясь и уплотняясь он поджимает аорту к позвоночнику. В области позвоночника и из-за его поджатия то кровоснабжение самой аорты нарушается. Она затвердевает собственно говоря что мы в предыдущем пункте делали разминали её и зачем. И ухудшается уменьшается её просвет и соответственно кровью единицу времени нанесёт меньше. Таким образом разминая мы уже улучшили кровоснабжение нижней части живота. Вот приведя живот в порядок. Далее что на практике я делаю? Естественно назначаю сборы травяные в которые включаются травы для стимуляции деятельности почек для стимуляции деятельности коры надпочечников в котором мы говорили цитостатики иммуностимуляторы и так далее. Это всё сопутствующая терапия которую пациент получает принимает дома. Затем обязательно промывание кишечника содой либо перекисью водорода в зависимости от ситуации для чего это делать для того чтобы снимать воспалительные процессы отягощения с нижних отделов толстого кишечника. Затем всегда использую в своей терапии слабительное для того чтобы очищать и тонкий кишечник потому что тонкий кишечник также в достаточной мере может отягощать собой оказывать давление на нижние отделы живота. Плюс к этому сопутствующие процедуры всегда идут ванны с содой с перекисью. Ну и всегда я использую пчёл в этом случае и пчёлы в этом при их применении здесь работают просто как идеальное средство. Вот ничего более эффективного при лечении каких-либо проблем с простатой я не видел и не знаю. Можно использовать травы какие угодно что угодно но я вас уверяю исходя из практики это так что никакая трава не заменит пчелу в лечении простатита в лечении каких-то почечных проблем и здесь пчёлы ставятся каким образом пчёлы ставятся в первой постановке там производятся на низ живота на область лобка вот затем ставятся на область вот лобковую зону откуда выступает половой член туда затем ставятся в проекцию простаты в так называемую область просаг то есть о которой я уже говорил область между корнем полового члена и анусом туда ставятся ставятся пчёлы на область корня полового члена это всё не за один раз это постепенно наращивая количество там в первый раз одну потом две три пять и так далее и возможно появление конечно отёков в области полового члена он может очень сильно увеличиваться мешать ходить иногда быть очень больших размеров на это обращать внимание не стоит отёк сходит через день через два в зависимости от того какие обменные процессы и какое вирусное тягощение у организма переживать по этому поводу не стоит если уж совсем переживаете можете предложить что-нибудь холодное медное это ускорит сход отёка вот затем всегда в таких случаях я использую внутривенные вливания соды для чего опять же для того чтобы просто почистить кровь и сделать её более жидкой для того чтобы увеличить площадь омывания крови и в том числе после того как я восстановил сосудистое русло не то что восстановил сосудистое русло а снял напряжение сосудистое русло в области низа живота чтобы кровь туда приходила уже здоровая с нужным уровнем МПХ чтобы кровь приходила уже дееспособная то есть не было слипания форменных элементов крови они все были работоспособны и убивала в том числе сода прекрасно справляясь с кандидой и вот уничтожала там кандиду затем после этого я обычно делаю от 2 до 7 и так далее сколько нужно в зависимости от тягощения вливания перекиси водорода и она убирает вирусную составляющую если она там есть она практически всегда там есть потому что благоприятная среда и вирусные воспалительные процессы там развиваются практически постоянно вот она убирает вирусные составляющие и вот после такой терапии причем из раза в раз это все повторяется и имеет свою эффективность после такой терапии пациенты полноценно восстанавливают половую свою жизнь и полноценно восстанавливают мочеиспускательную систему выздоравливают выздоравливают в полной мере причем многие из них до этого лечились там в урологиях где только они не проходили какие таблетки они только не пили какие свечи они в себя не засовывали вот в принципе все было только временно после подобной терапии и что очень важно при последующем соблюдении определенной диеты диета в принципе простая и мы о ней с Алексеем тысячу раз говорили о том чтобы исключить из своего питания все где есть пшеничная современная пшеничная мука исключить все где есть сахар исключить молоко кроме кисломолочного исключить сыр творог вот исключить дрожжи исключить грибы вот ну и так далее и тому подобное плюс нужно понимать что при проблемах с мочеполовой системой противопоказано холодной и все еда и питье должны быть теплыми ну вот это исходя из практики как в целом выглядит схема лечения простатита далее сюда же ну следует упомянуть чтобы была картина более полная о том что конечно я использую и аутогемотерапию то есть беру кровь из вены и обкалываю область лобка мужчины для того чтобы кровь которая подколота под кожей усиливала местные обменные процессы усиливала местный иммунитет если допустим кто-то не хочет аутогемотерапию применять то в этих случаях может быть и проще использовать банки мы можем ставить банки опять же на область низа живота но здесь скажу когда мы ставим банки на низ живота то прежде мы должны поставить банку наверх живота которая будет фиксировать живот в верхней части не даст ему сместиться потому что если мы сразу поставим банки на низ живота мы можем его утянуть вниз вот мы обставляем банками низ живота вот по такой схеме вызываем там тоже синяки вот эти все гематомы которые опять же усиливают местный иммунитет и усиливают обменные процессы здесь же можно применять хиджаму то есть кровопускание насечки вот здесь же можно применять пиявки но пиявки и кровопускание целесообразные не как основное терапевтическое лечебное средство а в конце того когда мы уже как бы человека пролечили и добились уже положительного результата он уже стабильно поправляется здесь чтобы зашлифовать как говорится заглянцевать вывести все лишнее из организма вывести всех этих дохлых грибов бактерий которые плавают там у нас мертвые но еще не выведенные вывести тяжелые металлы какие-то прочие отягощения из организма убрать здесь можно и целесообразно будет использовать пиявки но в конце уже в качестве основной терапии пиявки конечно целесообразны но если не в достаточно правильной степени их использовать то есть ставить их только на низ живота и при помощи пиявок улучшать только местное кровоснабжение низа живота то это ненадолго опять же почему я объяснял в самом начале потому что если не будет нормализован в целом приток отток крови в печень и приток крови со стороны сердца то есть через брюшную аорту до низа живота прям все это не будет нормализовано то эффект от пиявок будет ненадолгий поэтому даже если мы начинаем лечить простатит пиявками то здесь мы начинаем лечение с области с эпигастральной области с области печени портальной вены брюшной аорты спереди там целесообразно сзади возможно печень обработать спереди сбоку сзади потом переходить в область пупа и только потом к низу живота и непосредственно воздействовать на область простаты таким образом при помощи пиявок мы будем более эффективно воздействовать если же локально только вниз то возможный результат мы и получим но он будет недолгий в любом случае временный Алексей да здесь такая реплика появилась Николаевича помедленнее пожалуйста при рассказе о способах и травах я думаю что помедленнее если мы будем рассказывать мы всего не расскажем а вот если появится интерес то можно будет в записи послушать ставить на паузу и рецепты все записывать вы сейчас главное задавайте вопросы по теме потому что потом это все вы сможете в записи послушать никто записи от вас скрывать не собирается но это что касается работы при простатитах также здесь нужно учитывать что на состояние предстаты может влиять и положение таза то есть положение костей таза может быть искривлено вследствие смещения почки из своего почечного ложа и в этом случае уже опять же нарушается кровоснабжение простаты здесь будет слесообразно также провести мануальную терапию что вот обычной проводится но мануальную терапию по крайней мере в моей практике я провожу не с самого начала а возможно с того периода когда уже живот относительно обезболен и почка не то что прям уже стала на место ну по крайней мере она уже безболезненная ее уже можно фиксировать и только после этого корректирую положение костей таза позвоночника таким образом я дополнительно закрепляю терапевтический результат вот этого воздействия лечебного вот собственно говоря что еще так же далее возвращаясь к деталям к нюансам хотел сказать что при ручном обдавливании для диагностики состояния простаты легко узнать стоит лишь надавить на область симфизолопка то есть там где лоповые части срастаются между собой туда пальцем надавить и если при небольшом надавливании там возникает боль то есть если в этом месте надкостница воспалена то большой долей вероятности можно предположить что в области простаты имеются какие-то воспалительные процессы вот соответственно если на боковые части лопковой кости надавить там справа и слева если там будет болезненная надкостница значит соответственно есть какие-то воспалительные процессы в яичках по сторонам в правом или в левом это первичная диагностика где каким образом мы можем непосредственно воздействовать руками на простату это давить в область оказывать воздействие сразу над лобком вот лобок лобковой кости сразу за ним давить вниз мы непосредственно конечно будем воздействовать на мочевой пузырь но через него будем давить и на область простаты либо же мы можем непосредственно давить в проекцию простаты в область просака. Там обдавливать. То есть, грубо говоря, поднимаем вверх тестикулы рукой. Или пациент сам поднимает себе тестикулы вверх рукой. Не будем говорить, как это называется, в простонародье. И вот в образовавшееся пространство мы это пространство обдавливаем. Точно так же по такому же принципу, как мы обдавливаем и живот. Нажимаем до появления нелегкой боли. И держим. Боль ушла, углубляемся. И таким образом в этой области разминаем. Так мы снимаем непосредственно воспалительные процессы, болезненность, напряжение самой предстательной железы. Значит, чтобы проще быть, берете свое хозяйство, сторонку отодвигаете, рукой вверх чуть-чуть приподнимаете и там внизу продавливаете. Проще так сказать. Ну да, действительно так проще. И вот такое ручное обдавливание, оно в разы эффективнее прочих различных средств. То есть, травы и все такое, в данном случае я считаю, что это только лишь вспомогательная терапия. Это вспомогательные методы, которые не оказывают непосредственно такого стопроцентного терапевтического эффекта. Со временем, да, если вы будете пить эти травы месяц, два, три, полгода, у вас все это пройдет. Но при непосредственном ручном воздействии вы можете избавиться от мучающих вас болевых ощущений, от каких-то дисфункций вашего организма там буквально неделю за полторы. Но если нет каких-то серьезных таких в виде там уже карциномы, там еще что-то, аденокарциномы, то есть тоже онкологические заболевания. А когда еще на уровне аденомы, вот, то тогда можно. То есть мы разминаем, вибрируем там, вибромассажерами, пожалуйста, руками. Можно, если рукой не достаете, можно использовать подручные предметы, какие-то там скалки, там еще что-то. Обдавливаете эту область. И обдавливая, вы снимаете с нее напряжение, улучшаете местное ее капиллярное кровоснабжение и так далее. Но опять же, чтобы здесь терапия была комплексной и полной, я всегда выступаю за это, необходимо, чтобы качество крови было надлежащее. И чтобы сосудистое русло было без затруднений. Вот. И тогда при непосредственном обдавливании мы вызываем хороший терапевтический эффект, то есть выздоровление. Вот. Ну вот это те способы лечения простатита, которые в моей практике работают успешно и о которых я счел нужным рассказать. О травах мы говорили прежде. Там, какие можно рецепты, какие травы использовать, я сказал. Сейчас давайте поговорим теперь как бы обзорно о геморрое. Если у кого-то появились вопросы относительно простатита, вы их задавайте, я на них отвечу. Если вдруг еще по ходу повествования я вспомню какие-то нюансы, о которых следует вам рассказать, я вам расскажу. Если у тебя есть желание прерваться музыкальную паузу, то об этом скажи. Тем более, что здесь уже предложение. Даешь перерыв музыкальный. Ну, давай. Если народ требует, давай музыкальный перерыв. Давай. И тогда мы перейдем к следующей теме. Сейчас отдыхаем три с небольшим минуты. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 28 июля 2016 года, четверг, по одному из старинных, 27 день месяца получения даров природы, 7500 до 4 лет, вторник. Мы говорим о мужском здоровье. Автор соведущий Захар Белинский, Ари Рат. И когда в чате пишут помедленнее, пожалуйста, как это шулика здесь, Василий Васильевич, ставил фотографию кадра с фильма, не успеваю записывать. Я противник таких фотографий. Вот сейчас объясню, почему. Но сразу хочется отметить, что вот мы как раз, когда звучала музыка, перекинулись парыми словами. И выяснилось, что эта проблема настолько злободела, настолько часто встречается, что Ари Рат уже просто как по написанному, он так это вот идет, как по накатному. Поэтому оно все так просто вырывается. Но еще раз повторяю, если вы что-то упустили, не поняли, то будет возможность слушать запись эфира. И там есть кнопочка пауза. Нажали на паузу, можно немножечко передвинуть движочек, чуть-чуть вернуться назад, еще разок прослушать. Поэтому вы не переживайте, что если сейчас что-то упустили, вы главное для себя должны отметить, что большинство проблем в организме человека, в частности те, которые мы сейчас разбираем, решаются без хирургического скальпеля и без каких-то серьезных медицинских препаратов, очень дорогостоящих, которые требуют очень-очень долгого курса лечения, какого-то наблюдения серьезного врачей и так далее и тому подобное. Вот это вы должны все понять. А почему против таких фотографий, сейчас объясню, когда вот стоит этот безобидный шурик и там быка за рог дергает, что там надо выпить эти тосты. Дело в том, что таким образом, казалось бы, смешно и весело, но, не знаю, специально или не специально, Гайдай получилось так, что он пропагандировал как раз вот этот вот такой образ жизни. То есть ничего страшного в этом нет, посмеялись, повеселились, потом его вылечат там и потом все будет хорошо и мало того он еще и победит. Так что ничего, человек выпил ничего, он там полежал где-то, побуянил, но потом все нормально, все хорошо. Поэтому я против того, чтобы в чате появлялись фотографии даже из таких, на первый взгляд, очень веселых, симпатичных фильмов, где упоминается как раз об этом, где присутствуют сцены, связанные с этим. Итак, мы продолжаем разбирать мужское здоровье. Пожалуйста, передайте микрофон. Благодарю, Алексей. Значит, действительно, мы с Алексеем перекинулись парой слов и я сказал о том, что работая с мужчинами, при каждом случае, когда есть проблема с животом, практически при каждом случае, при 99% мужчин возникают какие-то дисфункциональные болевые ощущения в области простаты. И я сказал о том, что всегда, когда есть проблема с животом, всегда, когда есть проблема с кишечником, всегда возникает проблема с простатой. Она может возникать и находиться на той стадии, когда мужчина ее еще не ощущает. У него еще нет проблем с мочеиспусканием, у него еще нет проблем с половыми актами, но тем не менее, простата уже находится в болезненном состоянии. И при обдавливании живота это видно и это выясняется. И с 99% мужчин приходится, конечно, работать ещё с снятием болезненности с области простаты, с восстановлением там кровоснабжения. И именно с этим связано то, что, как говорится, от зубов отлетает эта тема, потому что настолько она уже накатана, настолько она уже поставлена, что вот, возможно, таким образом хотел передать вам, научить вас, чтобы вы уже так использовали. Так вот, немножко ещё возвращаясь к предыдущей теме, прежде чем переходить к самой весёлой теме, как говорят в народной медицине, к заднему проходу, я вернусь ещё немножко к простате и хотел сказать один сбор для лечения инфекционного простатита. Туда мы используем в равных объёмах почки или листья берёзы, лист брусники, спарыш, зверобой и золотарник. Вот это всё перемешиваем в равных объёмах. Столовая ложка на пол-литра кипятка, с вечера завариваем и утром процеживаем, пьём в течение дня, принимаем 5 дней в неделю, 2 дня выходной. И так в течение 4-х недель. И очень прекрасная вспомогательная терапия. Также хотел сказать немного о импотенции, о тех травах, которые полезны при импотенции. Это заманика высокая, это оралия, это радиола розовая, это пантокрин, это элеутерокок, это барвинок. Вот. И, ну, собственно говоря, это вот то, ради чего хотел вернуться. Теперь давайте поговорим о геморрое. И, как я уже говорил ранее, что такое геморрой? Геморрой – это грибковое заболевание сосудов нижнего отдела прямого кишки. Вот. Естественно, чтобы победить это заболевание, необходимо, чтобы восстановилось кровоснабжение отделов нижнего кишечника, нижних отделов прямой кишки. И пришла туда хорошая свежая кровь. Примерно схема та же самая, что и из простаты. Но единственное, что проявление внешнего геморроя – это вот геморроидальные шишки, которые у нас возникают. Геморрой может быть как-то внешним, так и внутрь, слизистым, там и так далее. Наиболее неприятные – это трещины, при которых уже возникает болезненное ощущение. Вот. При акте дефекации неприятные, когда возникают уже шишки на поверхности ануса, вот, анального отверстия, да, когда там грозди уже. Вот это уже проблема, конечно, что при этом можно предпринимать такую вспомогательную терапию. Очень хорошо при этом помогают масла. Масла как эфирные, так и обычные. Значит, из эфирных масел – это эвкалипт, масло мяты или мелисы, масло шалфея, масло чайного дерева. Вот. И вот эти вот масла взять, смешать между собой в равное количество. Еще раз повторяю – эвкалипт, мята, шалфей, чайное дерево. Вот эти масла перемешиваем, получаем смесь таких аромамасел и можно два раза в день, раз в 12 часов наносить сверху на область ануса. И таким образом мы действуем и оказываем противовоспалительный эффект, и мы оказываем противовирусный или противогрипповый эффект. Далее есть сбор с использованием масел, но уже жирных масел, так и говорят, которых можно и внутрь принимать. Это масло облепихи, масло шиповника, масло туи и масло оливковое. То есть на основе оливкового масла в него добавляем облепиховое масло, шиповника, туи. Ну, пропорцию можете подобрать уже по себе, но обычно, допустим, на стакан добавляется по чайной ложке того-того-того. Из этого мы делаем смесь, и здесь уже можно делать такие свечечки из женских тампонов и вводить их ректально, то есть в прямую кишку. И вот эти масла, в том случае, если геморрой внутренний, они будут на него благотворно воздействовать, в том числе и оказывать противокандидное, противогрипповое воздействие. То есть вот эти геморроидальные шишки будут уходить, будет улучшаться состояние сосудов низа прямой кишки. Вот, ну, а также они оказывают заживляющее средство. Вот, ну, достаточно такие неплохие. Что важно знать, делать и понимать, когда у нас геморрой? Это очень важно не подтираться бумагой. Обязательно. Вот, ну, я думаю, в принципе, это логично, но на всякий случай не подтираться бумагой, а использовать для подмывания холодную воду. Также хорошо в эту холодную воду добавлять отвар тмина. То есть отвар – это столовая ложка на пол-литра, литр воды. И добавляем где-то, можно по 50 на 50 воды. И 50 процентов, то есть одна дольная доля этого отвара отмина и воды. Перемешиваем и вот такой вот водой подмываемся. Вот. Что вредно при геморрое? Вредно такие вещи, как перец, горчица, капуста, стричковые растения, черный хлеб. Ну, хлеб вообще вреден. Современный хлеб вообще вреден для употребления. Но черный хлеб тем более при геморрое. И незрелые различные плоды. Что полезно при геморрое? Это цветная капуста, рис, рыба, мед, репчатый лук, тертая морковь и яблоки. Единственное, хочу заметить, рис не белый, как мы видим, не золотой рис, а рис именно бурый, черный, красный. Вот такой. Вот. Каким образом можно также оказывать полезное воздействие на геморрое? Это можно делать либо паровые прогревания, либо наоборот применять холодные ванночки. Значит, если это паровые прогревания, то мы прогреваем, можно прогревать с добавлением квасцов, с добавлением отвара лука в молоке и с добавлением чеснока. Каким образом все это происходит? Ну, мы берем на литр порядка 200 грамм квасцов. Если это отвар лука в молоке, то мы берем 4 луковицы на пол-литра молока. Если это чеснок, то мы берем это вот жмение чеснока, которое в двернки помещается, вот так вот измельчаем и добавляем ее в кипяток. И, скажем так, прогреваем задний проход получаемым паром от этого. Это оказывает положительное влияние на геморроидальные шишки. Холодные ванны, ну, так называемые холодные ванны, то есть не то, что холодная вода, но это вода комнатной температуры. Мы используем с применением таких трав, как кровохлебка, коровяк, листья земляники. Ну, листья земляники известны своими свойствами, как кровоостанавливающие, как снимающие противовирусные и снимающие воспалительные процессы. Кровохлебка тоже кровоостанавливающая и кровяк. Но это вот такие средства больше полезны, когда уже есть трещины и когда уже кровит. Очень важно при геморрое не затягивать с актом дефекации. То есть захотели в туалет, по-большому сразу пошли, сходили, не затягиваем. Потому что если терпите, то усиливаете воздействие на нижний отдел прямой кишечника и усиливается нагрузка. Соответственно, начинает отходить кровь, там происходят трещины и так далее. Поэтому ни в коем случае не задерживайте дефекацию, когда вы знаете о том, что у вас геморрой, сразу идите в туалет. Ну, собственно говоря, в общем, с такими вспомогательными рекомендациями всё из практики, каким образом лечу геморрой. Ну, все, наверное, знают, что я достаточно радикальный доктор. И геморрой я тоже лечу радикально. Ну, отчасти, если, конечно, пациенты принимают такие методы лечения, радикально это пчёлами. Я вот на самом деле нигде никогда не слышал и ни видео не читал о том, чтобы пчёлами можно было лечить геморрой. Однако же я начал это практиковать и, вы знаете, очень эффективно. Просто современным языком выражаюсь мегаэффективно. За счёт чего? За счёт того, что, во-первых, пчелиный яд сам по себе является мощным противовирусным средством. Вот. И плюс пчелиный яд очень хорошо действует на состояние сосудов. В нём основного вещества гиалуронидазы, который содержится в пиявках. Я почему делаю ссылку на пиявки? Потому что всем известны способы, когда геморрой лечат пиявками. Так вот, я применял для лечения геморроя, опять же, пчёл. Ну и пиявок, и пчёл. Я расскажу дальше о пиявках. Но в данном случае это пчёлы. И ставил пчёл в область ануса на расстоянии где-то полтора-два сантиметра. Я, Алексей, наверное, представляю, что там сейчас люди в чате начнут писать. Но тем не менее. Если начнут, я зачитаю. Хорошо. Радикально, зачитаю. И, вы знаете, очень хорошо помогает. Эти шишки рассасываются, болевые ощущения проходят. То есть, пчёлы прекрасно справляются со всеми своими функциями. Что же делать пиявками? Подожди, главное, чтобы пчёлы там не устроили улей. Потому что они могут там справляться хорошо, но главное, чтобы улей не устроили. Ну и про пиявок тоже поосторожно. Ну ладно, что же там пиявки? Это действительно так. Пиявки. Ну что, пиявки при геморрое, опять же, схема... Ну, во-первых, вернусь к пчёлам. Пчёлы сами по себе хорошо, но опять же, нужно проводить примерно такую же терапевтическую процедуру, как и при простате. То есть, мы массируем живот, приводим живот в порядок, восстанавливаем кровоснабжение, потом переходим к нижним отделам живота. Там снимаем боль и так далее, воспалительные напряжения. И уже после этого, когда там более-менее всё в порядке, мы приступаем с пчёлами. Пчёлы в этом случае будут эффективны не только на область самого ануса, но и также на область копчика, крестца, на область центра ягодиц и потом уже на область ануса. Вокруг можно ставить одну, две, три, пять, шесть пчёл вокруг ануса, но не прямо в сам анус, а где-то на расстоянии сантиметра полутора от этого сфинктера. Вот так. И, конечно, может возникать там отёк некий, но для здоровья, в принципе, он не страшен, актудификацию не мешает, никаких сам по себе отёк, дополнительных болезненных ощущений не создаёт. Поэтому, если кто захочет, может потерпеть боль, попробуйте очень эффективно. Ну, может быть, не совсем просто, но тем не менее, очень полезно. Так, следующий по эффективности способ, ну, с моей точки зрения, это использование пиявок. Пиявки также ставятся на область ануса, вот область заднего прохода, но также не сразу, начиная с печени, область пупка, низа живота. Да, и после этого мы переходим пиявками на анус. Значит, совсем, вернее, совсем ничего не сказал о положении нити, когда мы ставим тут пчёлы или пиявок. Это очень важно, потому что анус находится в складках между ягодицами, и тут можно занимать достаточно такие интересные акробатические позиции для того, чтобы освободить доступ туда. В общем, йогой позаниматься, да? Да, я сразу приведу позицию, как можно занять её, чтобы легко было. Это мы кладём пациента на правый бок, не на левый бок, чтобы нагрузки на сердце не было, а на правый бок. Сгибаем ноги в коленях, так, под 90 градусов, и снимаем пробки. И, соответственно, вот уже в таком положении анус пациента, ну, фактически перед нами. И он доступен, свободен. То есть, не нужно его ставить на четыре кости, не нужно просить, чтобы он спину прогибал, не нужно просить, чтобы он руками раздвигал ягодицы, там, ещё какие-то манипуляции делал, вот что иногда некоторые терапевты просят. Вот, ну, вот так, положил пациента на бок, и уже всё нормально, всё свободно. Вот, и с такого положения мы ставим пчёл, и с такого же положения мы ставим пиявок. Пиявок ставим, как там тоже при помощи, там, одного миллилитрового или двух миллилитрового шприца. отрезаем у него, там, верхнюю часть эту конюльку, туда засовываем пиявку, и подносим, переставляем его к нужному месту, пиявка кусает. Вот, таким образом, можем обставить полностью вокруг этого сфинктера. Ставим, опять же, на расстоянии полутора-двух сантиметров от самого ануса, и ждём, пока пиявки сами не отвалятся. Обычно они там отваливаются быстро, потому что кровоснабжение там обильное, даже если там есть застоявшийся момент, там скапливается много именозной крови, так что пиявкам будет чем-то поживиться. Стоят они там примерно в районе получаса-минут сорок, обычно. Ну, вот так вот. И таких сеансов нужно до тех пор делать, пока вот эти вот пиявочные укусы не будут иметь на себе следов синяков. То есть, там, где мы ставим пиявку, и после отхождения пиявки, после заживления ранки появляется синячок на месте её, значит, в это место нужно пиявок ставить ещё раз снова. И вот так вот мы смотрим. Периодичность где-то, ну, можно ставить раз в неделю, до тех пор, пока после пиявочного укуса там не останутся обычные такие розовые следы. Это будет говорить о том, что там капиллярное кровоснабжение, в принципе, восстановлено. Ну, и таким образом мы уберём геморрой, за счёт чего ещё пиявки убирают геморрой, вот в частности грибную составляющую, за счёт того, что в пиявке, внутри неё живёт такая бактерия, которая называется аэромоносгидрофилла. Вот эта бактерия аэромоносгидрофилла, она способна уничтожать даже эмбрион холеры, там, не то, что эту кандиду. Ну, и за счёт этого она её и побеждает, скажем так. Вот, ну, собственно говоря, в общих чертах это всё. Если есть какие-то дополнительные вопросы, я готов обсуждать, отвечать на них. Да, вопросы есть, и мы сейчас как раз по ним пройдёмся. Когда ты сказал про радикальные методы исцеления, радикальный ты наш доктор, то мне как-то анекдот в голову пришёл, когда надо было тому, кто находился в аптеке, фармацевту отойти, он попросил дворника Михайловича постоять, чтобы там, ну, не растащили чего-то. А сам быстренько отлучился к своему белому другу. Ну, возвращается, смотрит вроде нормально, всё хорошо. Говорит, пациент, кто-то приходил, там, покупатель, да, говорит, трое были. Один со зрением плохо, у другого, с ногами на костылях, а третьего кашей замучил. И где пациенты? Да что тебя ждать-то? Люди там страдают. Я ему вот эту штучку вот дал, вот видишь, вот с красненькой. Что ж ты сделал расслабительное? И говорит, о, точно, говорит, тот, который с глазами был, очки снял тёмные, как ломанулся, мимо двери проскочил. Тот, который пришёл еле на костылях, сначала пошёл медленно, потом побыстрее, потом бросил эти костыли, бегом побежал. А тот, говорит, который с этим скашлем, да он настоит кашлянуть боится. Вылечил всех. Да, всех вылечил. Вот я так представляю, что когда ты рассказываешь про пиявок, наверное, некоторые предполагают, что они как бы с этими пиявками там не убежали куда-нибудь или с пчёлами. Ну, доверяю тебе, доверяю. Не буду дальше раскладывать ситуацию, как там, чего у тебя происходит. Верю, что люди исцеляются. Так, дальше давайте переходим к вопросам. Давай. Итак, возвращаемся к нашему началу чата. И первый вопрос поступил от Олега из Иркутска. Здравия, Рират. В течение последнего года ощущаю чувство холода в промежности, когда сидишь в общественном транспорте, даже в относительно тёплое время суток. Летом в дождь. Раньше не было. Лет мне 39. Подскажи причину с медицинской точки зрения. И какие рекомендации. Благодарю. Олег из Иркутска. Ну, с медицинской точки зрения здесь можно предположить, что, возможно, какие-то нарушения иннервации и кровоснабжения. То есть чувство холода, его часто ещё путают с чувством онемения. Как будто онемело, что-то там замёрзло. Вот. Если это онемение, то это нарушение иннервации. То есть где-то там нервные окончания поджаты, пережаты. Возможно, напряжением ягодичных мышц или напряжением мышц в области низа поясницы. Вот. Как-то так. Рекомендации. Ну, в принципе, обо всех рекомендациях я вот говорю ранее. Но основная рекомендация – это восстанавливать кровоснабжение в этой области. Простецкая, самая простецкая штука – это либо самому себе рукой массировать, или если рукой не хочется массировать, то можно использовать для этого теннис-мячик для большого тенниса или какой-либо такой плотный круглый предмет, на который можно сесть сверху и покататься на нём. Вот. Это будет, опять же, непосредственный массаж простаты, приток туда крови и, как, соответственно, это место потеплеет. Будет ощущать теплоту. Да, здесь надо понять, что там происходит. Может быть, была какая-то травма нижней части позвоночника в своё время. Может быть, какие-то застойные процессы. А может быть, ещё что-то. Всё в комплексе. Поэтому здесь надо начинать с того, что доступно, вот именно массирование. Но стоит обратить ещё и на позвоночник, продавливать там. Ну, в принципе, о чём ты рассказывал, это, наверное, всё оно и в тему. Хорошо, дальше. Вопрос эфира от Владимира Изматича. Арират, расскажи о вреде употребления мяты, сидении на холодном полу и хождении в трусах по двору в прохладную погоду. Или нет в этом вреда? Владимир, благодарю за вопрос. Мята действительно может оказывать вредное влияние на наш организм. Она не всегда показана сердечником, но здесь нужно разбираться непосредственно в каждом конкретном случае. Сидение на холодном полу, ну, здесь, конечно, это вредно. Особенно сидение не просто на холодном полу, ведь холод бывает разный. Если мы сидим на холодном деревянном полу, это одно. А если мы сидим на холодном полу, который сам по себе ещё забирает от нас тепло, то есть это обычно каменные, холодные каменные поверхности, на которые мы присаживаемся, и камень забирает тепло с нашего тела. Соответственно, вызывает в какой-то части нашего тела охлаждение тканей, охлаждение жидкостной среды. И как следствие, мы уже измеряли, что при изменении температуры в более прохладную сторону, там измеряется кислотно-щелочная среда, ПАЖ, становится кислотным. Соответственно, если это сидение длительное, то там вследствие этого могут образовываться застойные процессы и создаваться благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов. А вот хождение в трусах по двору в холодную погоду, но это достаточно такой спорный момент, кому-то полезно, кому-то вредно и из разных соображений, кому-то из морально-этических, а кому-то из состояния здоровья будет вредно. К примеру, Порфирий Иванов, он везде ходил, не только по двору и в прохладную погоду в трусах, но и по улице ходил в трусах, и нормально, ничего ему не было, жил-поживал. А другие, я не знаю, особенно если это женщина, женщинам хуже, когда они ходят по двору в трусах, потому что женщина охлаждается гораздо проще, легче, нежели мужчины. Плюс у мужчин есть такая особенность, мужчинам холод менее противопоказан, чем женщинам, потому что, собственно говоря, даже тестикулы вынесены наружу, за пределы организма, для того, чтобы они могли охлаждаться. Нахождение тестикул в тёплой среде, в излишне тёплой среде приводит к тому, что сперматозоиды, наши погибают или приобретают меньшую активность. Поэтому для мужчин ходить в трусах по двору в прохладную погоду, если это недолго, в пределах, допустим, двух-трёх минут, это можно сравнить где-то с приёмом прохладных воздушных ванн. То есть это как воздушная ванна будет. Если же это уже больше трёх минут, то это может быть переохлаждение дыхательных путей, переохлаждение и половую систему, в частности. Так, у нас произошло прерывание связи. Сейчас я ставлю музыкальную паузу. И после этого попробуем восстановить связь и продолжим эфир. Так, сейчас я выберу чуть подлиннее песню. Да, вот это вот 4 минуты 41 секунда. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народное славянское радио. Связь восстановлена. Наполню, 28 июля на дворе 2016 года, четверг по одному из современных календарей, по одному из старинных в 27-й день месяца. Получение дороги природы, синтеза, облачная туалета, вторник. Мужское здоровье. Такова тема сегодняшнего эфира. Мы отвечаем на вопросы. Мы, это, понятно, Захар Белинский, главный следующий, рад. И я так вот иногда что-то вставляю от себя. Итак, прервалась у нас связь в тот момент, когда ты рассказывал, что мужчине, в общем-то, сам Бог велел ходить в трусах, чтобы было лучшее охлаждение, проветривание, так сказать, чтобы там ничего не перегревалось, чтобы все функционировало нормально. И вот там вот раз и обручек произошел. Вопрос от призматища воспринимает части как такой юмористический вопрос. Или же просто Владимир человек с таким развитым чувством юмора, то есть прекрасный такой мужчина. Так вот, хождение в трусах у мужчины поду полезно, потому что, во-первых, тестикулы охлаждаются до нужного состояния. А это может сравнить с приемом холода, потому что в пределах до трех минут, это нормально, может пойти, конечно, в треххлаж. Я бы советовал ходить по дворю в трусах, но в пределах двух минут, лучше утепляться. Вопрос мяты, то мята, да, она отчасти может влиять на суть там и так далее, на сосудистую систему. Но здесь опять же все нужно понимать, и количество мяты, и периодически подходить самому. Ну, наверное, вот все по этому вопросу. Так, нам пишут, что связь у нас немножко дурака валяет. Давай мы сейчас еще прервемся на музыкальную паузу и попробую еще разок восстановить связь. Давай. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Он в третий раз ходил за елочкой, как говорится, но вроде бы сейчас должно все у нас нормально работать. Итак, мы выяснили, что в трусах иногда даже полезно ходить, даже в прохладную погоду. Единственное, что, друзья мои, обратите внимание, сейчас из геи Европы к нам очень много лезет всякой дряни. Так вот, в стрингах ходить не надо. Могут побить, могут не так подумать. А вот как Порфирий Иванов, пожалуйста, ходите сколько хотите. Женщинам же наоборот, поскольку все находится внутри, то там нужно тепло. Вот. И про мяту ты там начал уточнять, но связь у нас не совсем хорошая была. Ну, мята может влиять на потенцию у мужчин, поэтому ее злоупотреблять не надо. В малых количествах она оказывает седативное воздействие, в больших количествах уже вредна. Ну вот, разобрались с этим вопросом, с третьей попытки, то, что называется. И теперь переходим к следующему вопросу. Вопрос в эфир от Владимира из Мытища. Я рад, что делать с выступающими венами на ногах. Все, крышка, варикоз. Ну, варикоз там может и варикоз, в зависимости от того, как они выступают. Но это не крышка. Что с ними делать? Во-первых, нижний отдел у кишечника в области сигмовидной кишки и слепой кишки, то есть вот кости таза, с правой стороны и с левой стороны, вот низ живота, вот там разминать, снимать болевые ощущения, и тогда восстановится венозный отток крови. И уже, по крайней мере, больше вот таких вен появляться не будет, если там нормализовать отток. А во-вторых, с теми венами, которые появились, их можно в соде, в содовом растворе, их парить, то есть в содовой ванне сидеть, в залмановских ваннах, то есть в тех вещах, которые улучшают капиллярное кровоснабжение. Можно пиявок ставить, обставлять вот эти варикозные по границам, где есть, можно пчёл ставить прямо на эти вот самые, скажем, варикозные вот эти вот узлы, на варикозные звёздочки. Можно так делать. И всё, что я назвал, всё это будет помогать. Но самое важное – расслабить область низа живота, то есть там, где сигмовидная кишка, там, где слепая кишка, потому что вот эти вот отделы полстого кишечника, они в размерах, там, из-за отёка или воспаления, не поддавливают вены, через которые происходит отток крови из нижних колечностей. Тогда возникает застой крови в ногах. То есть здесь как прямо в анекдоте. Ну, да вы подумайте, какая связь, да, когда у вас чего говорит, голова болит, да, и чего, уколы прописали, куда, в голову, нет, а куда. Ну, вы подумайте, какая связь, да. Так вот, казалось бы, живот и колени, например, там, да, вот под коленями или икры, где очень часто выскакивают такие прям узлами большими, и многие же идут на операции, многие стараются это всё убрать хирургическим путём. А ты говоришь так вот, всё просто, приняли ванночки, посидели в тёплом содовом растворе, размяли себе животики, и вроде всё нормально. Это что, это реально помогает, казалось бы, где живот, а где колени? Ну, прежде всего, не то, что там размялись все животики, а обезболили и привели живот в такое состояние, когда он мягкий и безболезненный. Можно в этом случае для того, чтобы нормализовать, именно там не излечить ситуацию, нормализовать ситуацию, чтобы облегчить состояние ног, чтобы там прекратились отёки, чтобы там вот эти вот звёздочки перестали новые появляться. Для этого нужно размять нижние отделы кишечника, то есть нижние отделы тонкого кишечника и нижние отделы толстого кишечника, вот там слепую сигмовидную кишку, там размять, там снять болезнь, и тогда возобновится венозный отток. Вся причина варикоза, что у мужчин, что у женщин, кроется в нарушении венозного оттока крови из нижних конечностей, только лишь в этом. А всё остальное, там трактовки и так далее, там какие-то средства придумают, там ещё что-то, это всё лишь местные действия, то есть действия, которые не являются оптимальными. Прежде всего и основное, это возобновление венозного оттока крови из ног, из нижних конечностей, из области таза. Это основное. Всё остальное, это сопутствующее и то, что убирает уже имеющиеся последствия. Плюс к этому, для того, чтобы лучше улучшить состояние нижних отделов кишечника, нужно промывать кишечник, нужно принимать слабительное, для того, чтобы убрать оттуда ту пищу, которая там лежит, не переварившаяся, и отягощает кишечник, тем самым поддавливает сосуды. Вот это очень важно. И действительно, всё так, как ты сказал, мы так помассировали животик, привели его в надлежащее состояние, проставили пчёлок на ножки, пиявок проставили, в ванночках посидели и варикозное расширение уходит. Я вам расскажу случай из практики. Пришла пациентка с запросом тоже на варикоз, я стал работать с её животом. Я стал нормализовывать состояние брюшной части аорты, полой вены, стал проставлять ей пиявок на область пупа, на область низа живота, стал работать с разминанием нижних отделов кишечника, и у неё ушли проявления варикоза. То есть её вены через полтора месяца, это был такой терапевтический промежуток, после которого наступил эффект, через полтора месяца её вены пришли в практически нормальное состояние, они стали практически уже не видны на ногах. Но вот этого болезненного состояния, такого вздутого, потемневшего, звёздочного, его уже не было. И при этом воздействие оказывалось именно на живот, и в большей степени оно оказывалось на его центр, на область золотника, там, где проходят основные магистральные сосуды, на низ живота. И варикоз ушёл. Это причина варикоза в животе кроется. Когда вам лечат и пытаются излечить ваш варикоз на ногах и только на ногах, то имейте в виду, что, ну, либо специалист этот недостаточно компетентен, а если компетентен, то это сознательное вредительство. Вот поэтому. Здесь, наверное, трудно говорить по поводу компетентен, не компетентен, потому что у нас медицина строится не по целостному принципу подхода к человеку, как цельному организму, а по какому-то такому артельному, когда вот я отвечаю за ухо, я отвечаю за нос, я отвечаю за волосы, я отвечаю ещё за что-то, но при этом взаимосвязи между собой они не видят. И когда человек приходит у него на ноге где-нибудь там с заколенкой вены, там, вздулись, да, аж торчат, то в этом случае он говорит, ну, сейчас мы вам их повырезаем, и как бы всё будет нормально, хорошо. А потом он идёт к другому врачу, а тот говорит, о, так у вас тут с животом проблемы, сейчас мы вам ещё чего-нибудь там назначим, сейчас мы вам ещё в животе чего-нибудь там поправим. А потом там где-то грыжа выползла и так далее. В общем, проблема в том, что сегментирована медицина и нет тех людей, которые понимали бы весь комплексный процесс существования нашего организма. И тем более мало тех, которые, ещё в меньшей степени, мало тех, которые понимали, что физическое тело только часть нашего организма, ещё есть и другие тела, ещё есть и что-то повыше этого и так далее. Вот когда человек относится к пальцу как зоне ответственности себя как врача, и вот всё, что касается пальца, он лечит, а всё остальное его не интересует, это очень примитивный уровень. Если другой врач понимает, что палец – это часть руки, это чуть повыше уровень, когда человек понимает, дальше следующий врач, что палец – это часть всего тела, и то, что у него может болеть, это может где-то в другой части тела отражаться, это третий вариант подхода, более правильный. А вот когда он ещё и понимает, что есть другие невидимые тела, к простому взгляду нашему человека, есть ещё и мысли, которые могут к чему-то приводить, есть там ещё и что-то другое, то вот это уже ведический подход, это уже целительский. А то, что сейчас это там гильдия целителей существует, но, к сожалению, я встречался с людьми, да, хорошие, очень позитивные люди, но, к сожалению, у них иногда где-то тоже зашкаливает в одну сторону, или они работают только с душевным с чем-то, или с энергиями, или наоборот травками лечат, забывая про какие-то целостные моменты. Вот это вот такая проблема есть не только в современной медицине. Алексей, ты позволишь, я вставлю реплик? Давай, давай. Я хотел в защиту всё-таки классических врачей. Я знаю, что там есть люди, которые разделяют наш с тобой взгляд, но сама система так устроена, что они не могут и не имеют права использовать свои знания, которые они приобрели вне стен мединститута, понимаешь, они не могут. У них есть доктрины, у них есть догматы, распоряжения, указы и так далее, постановления какие-то, нормативы, которые они обязаны выполнять, ежели они хотят работать в данном медицинском конкретном учреждении. Но это уже свободный выбор каждого человека, где ему быть, как ему быть, где ему работать, что ему выполнять, но тем не менее такие специалисты есть. Дай Боге, чтобы со временем они начали полностью применять в полном объёме свои знания. Что касается понимания о невидимом мире при работе с пациентом, это тоже мега важно, с моей точки зрения, архиважно. И корректировать и понимать образ мышления человека, образ его мировосприятия, его отношения к жизни очень важно. Ведь причина любой дисфункции в организме, она, ну, с моей точки зрения, возможно, покажется вам слегка упрощённой, но я это так, чтобы было всем понятно, говорю, в нарушении мышления, да, когда, потому что, ну, понятно, что энергетический дисбаланс, он даёт уже дисбаланс мышления, да. И после того, как нарушается мышление человека, его восприятие мира, происходит изменение в его образе жизни, и образ жизни уже несёт изменения в его физическое тело. То есть вот тут такая пирамидка. Сначала меняется энергетический баланс человека, затем из-за этого меняется его образ мысли, вот, из-за образа мысли меняется образ жизни, из-за образа жизни меняется образ его тела, потому что, к примеру, человек решился, что, ну, теперь он может давать на своё тело очень большую нагрузку, потому что им очень нужно много заработать денег, и его тело постепенно начинает не выдерживать. Или кто-то другой подумал, что, ну, я, наверное, могу теперь много пить там каких-то спиртных напитков, и его тело опять же не выдерживает. А, собственно говоря, такие перекосы в его образе мышления не возникают из-за того, что там приходит много тамаса, тамасичной энергии, энергии тха, то есть дисбаланс. Каждый из нас в какой-то степени сбалансирован между ха и тха. И вот если тха преобладает в человеке, то он начинает себя разрушать и разрушать окружающий его мир. Поэтому очень важно, если, допустим, я сейчас обращаюсь к профессионалам, к тем специалистам, ну или просто к людям, которые в своей семье хотя бы правят, своих семейников, помогают им как-то со здоровьем. Очень важно беседовать, обращать внимание на образ мысли, на мировосприятие человека и пациента. Беседовать с ним во время приема, спрашивать, как его дела, какие там переживания есть, еще что угодно. То есть иметь представление о том, чем человек живет. И здесь мы понимаем, куда, в какую сторону есть перекос. И всегда, если, допустим, доктор хочет действительно вылечить, исцелить человека, то параллельно желательно каким-то образом стараться корректировать и образ мышления человека. Не напрямую, не догмами, что ты должен теперь думать положительно, ты должен быть теперь классным парнем. Нет, а возможно показывать, проявлять человеку, в чем может быть перекос. На каких-то примерах, там еще на чем-то. На сравнениях показывать человеку, то есть открывать человеку. И когда человек увидит, что у него эта проблема есть, тогда он сможет ее откорректировать. Пока он ее не видит, конечно, ему в этом сложно будет. Ну и плюс, что касается энергетики, то здесь, с моей точки зрения, какой подход, как я это вижу. Если энергетический потенциал целителя является меньшим, нежели энергетический потенциал пациента, то вряд ли он чем-то ему сможет помочь. Конечно, в своей работе целитель отдает энергию. Но очень важно, чтобы целитель мог потом ее возобновлять. Не то, что целитель отдает свою энергию. Целитель является своего рода проводником, когда через него проходит энергия к его пациенту. И чем лучше проводник, тем лучше переходит энергия, тем лучше пациент и выздоравливает. Ну вот это мой взгляд на эти вопросы, как я именно объясняю пациентам. Может быть, если спросить мой личный взгляд, он будет, может быть, немножко отличаться от того, что я сейчас сказал. Но отличаться лишь будет в том, что там понятия, может быть, какие-то более глубинные, на уровне Вселенной и так далее. Но я не считаю нужным с пациентами, допустим, вести разговор о каких-то глубинных вселенских процессах и еще о чем-то. Потому что это может каким-то образом дискредитировать меня в глазах пациента. Ну и если человек к этому не подготовлен. Если приходит, конечно, единоверец, то мы с ним разговариваем в полный рост и обо всем, он меня понимает. Но если же человек, который не углубляется во все это, естественно, я стараюсь говорить понятным для него языком. Ну, в принципе, как, наверное, делаю и сейчас. Хорошо, продолжаем разбирать вопросы. Трусами, конечно, затронута очень серьезная тема. Трусами здесь забит разговорами про трусы весь чат. Да, ты вот смеешься про спортивные трусы и про то, какие они должны быть, какого фасона, и вообще фасон, не фасон, и что, куда подкладывать, когда на лыжах бежишь. В общем, много чего интересного. Этого мы коснемся. Вот как сильно беспокоят треугольные дела, как пел Высоцкий. Ладно, коснемся. Дальше вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Названа причина «Недостаточное кровообращение». А какова причина «Недостаточное кровообращение»? Дальше. Какова причина и причины «Недостаточное кровообращение»? В чем первопричина, спрашивает Виктор Леонидович? Ну, исконная первопричина, конечно же, нарушение образа мысли, как мы уже ранее говорили, там, энергетический дисбаланс. Потом, когда это все переходит на уровень тела, то здесь существует проблема в центральной нервной системе. Какой-либо психоэмоциональный перекос. Далее, этот психоэмоциональный перекос через вегетативную нервную систему дает изменение состояния сосудов. Или дает изменение состояния желудка. Или дает изменение состояния тех органов, которые могут воздействовать на сосуды. Они их поджимают. Они их поджимают и каким-то образом либо сами сосуды напрягаются из-за неверных импульсов из вегетативной нервной системы. И просвет их уменьшается. Вследствие этого нарушается кровоснабжение. Также причиной недостаточного кровоснабжения может служить качество крови. Когда кровь в таком состоянии, что не выполняет своих функций. Либо это кровь находится в... В крови присутствует агрегация форменных элементов. Когда элементы крови слепаются между собой. И в крови получается такое застойное болото. Причина этого вкроется либо в недостаточном количестве жидкости в организме. Либо в огромном количестве токсинов, которые присутствуют в крови. Поэтому кровь нужно тоже восстанавливать. И общая причина недостаточного кровоснабжения на физическом уровне. Это состояние сосудов и состояние качества крови. Плюс наличие вероятных воспалительных процессов в брюшной полости. И прежде всего состояние желудка, кишечника. Вот, собственно говоря, так. То есть, как бы это сказать. Ну, во-первых, от густоты крови зависит площадь омывания крови. То есть, если кровь достаточно густая, слипшаяся, то может быть естественно, что она в маленькие капилляры поджелудочной железы, в маленькие капилляры предстательной железы уже не пройдет. И вот уже получается недостаток венозного и капиллярного кровоснабжения. Недостаточность. И в данном случае нужно разжижать кровь. Делать так, чтобы кровь была жиденькая, подвижная. Одновременно с этим снимать спазм напряжения сосудов. Снимать напряжение с вегетативной нервной системы при помощи проведения гипоксии, моей любимой. Вот. И тогда кровоснабжение будет восстановлено. Наверное, так. Есть очень хороший метод такой, в эфире он у нас озвучивался, что когда вы хотите есть, для начала выпейте стакан воды. Может быть, вы не есть хотите. Может, просто хотите пить, и там у вас что-то происходит не то. А вот если вы уже теряете силы, вот в этом случае тогда уже можно и покушать. И надо понимать, что, опять же, если вдруг вам кажется, что вы теряете силы, то это может быть не совсем естественная ваша физиологическая потребность, а это, может быть, ваши друзья-гельменты сполошились, что давно сладенького, например, не кушали. То есть здесь, опять же, возвращаемся к нашим предыдущим передачам, и не только с тобой, где мы касались и очистки организма, и о том, как правильно питаться, и чем питаться, и так далее. То есть у нас уже получается такая серия передач по здоровью с разными людьми, где очень много дельных вообще высказывается версий. И что мне нравится всегда, вот в данном случае с тобой, что ты не просто рассказываешь где-то, что ты услышал, а ты-то проверяешь себя на практике. Вот у тебя есть так. Это я проверял, такой метод. Это я проверял, вот это работает, и вот это рекомендую. Вот это я проверял, вот это работает, рекомендую. Так что первое самое, что мне в голову всегда приходит, когда у человека загущенность крови, что в первую очередь, наверное, надо как-то обратить внимание на то, что вы пьете. А про питье мы с тобой уже не в одной передаче говорили. И про уровень кислотности, да, и про то, минерализация там какая, и горячая или холодная вода, и так далее. Так что вот обращайте внимание на предыдущие эфиры. Не просто так они делались. Можно так считать, что предыдущие эфиры, они подготовительные были для того, чтобы рассказывать о следующих эфирах. А этот эфир подготовительный для следующего эфира. Итак, Миколаевич хочет уточнить, а что такое узелок на анусе? Что это? Ну вот сама геморроидальная шишка. Как называется? Геморроидальная шишка. Вот это вот участок венозного сосуда, который расширился. Вот это он воспалился. Так, дальше вопрос эфир от Васильевича. Как предупредить развитие, вот дальше я попытаюсь прочитать, пилонефрита, вот да, ты его переезжаешь, пилонефрита, или, что там еще, гломеролунефрита. Я не знаю таких слов. Ну, это спрашивают о воспалительных процессах в почках. Да, и какие действия предпринимать при предупреждении таких болезней? Ну, предупредить развитие таких заболеваний, прежде всего, нужно добиться того, чтобы почка не смещалась, она находилась в своем ложе. В этом случае кровоснабжения почки будет достаточным. Когда почка смещается, то ухудшается кровоснабжение вследствие того, что артерия риналис, которая кровоснабжает почку кровью, из-за смещения почки она натягивается, и перистальтика ее, то есть движение крови по ней уже ухудшается. Из-за этого почка начинает хуже кровоснабжаться, и дальше могут возникать различные проблемы. Это раз. То есть следить за тем, чтобы почки не смещались. Здесь еще очень важно избегать травм, избегать строго вертикальных таких резких перегрузок, то есть когда человек падает там на пятую точку, или резко так на ступне, в этот момент из-за вертикального вектора нагрузки почка может выйти из своего ложа. И еще следить за тем, чтобы на почке была достаточно жировая капсула. Это достигается тем, чтобы человек резко не худел. То есть когда мы резко худеем, то уменьшается количество еще висцерального жира, то есть жира на внутренних органах, и тогда почка может уменьшиться и выйти из своего ложа. Это раз. То есть местонахождение почки, ее положение. Далее. Затем нужно следить, принимать достаточное количество жидкости, для того, чтобы почке обеспечивать нормальную работу почек. Необходимо предупреждать различные процессы камнеобразования. Если говорить более конкретно, что можно сделать для того, чтобы профилактику будет оказать, это попить травки для стимуляции почек. Это такие травки, как золотарник канадский, это березовые почки, листья, это корень шиповника, можно попить сам шиповник, это корень барбариса, ну и так далее. И вот можно попить... Ортосифон. Это почечный чай, очень прекрасное средство. Можно попить для профилактики почечных заболеваний настой петрушки. То есть берем пучок, ну там пол пучка петрушки, наставим его на полчаса на горячей воде, через полчаса пьем вот эту слабую такую зеленоватую жидкость, если это происходит лёгкая стимуляция почек. То есть поддерживать почки в активном состоянии, плюс не переохлаждать их, плюс отказаться от употребления молочных продуктов, в том числе и творога. Ну и активность, чтобы была не переусердствовать с сексом. Всё это, скажем так. Ну вот это те действия, которые могут... Ну обычную бытовую профилактику появления каких-то воспалительных процессов почек. В общем, воздерживайтесь, друзья мои, воздерживайтесь. Во всех излишествах воздерживайтесь, и всё будет хорошо. Ведите такой правильный образ жизни. Миколаевич, вопрос. Геморрой лечится разминанием межанусия, корня МПХ? Вы знаете, Миколаевич, это мы говорили о проблемах простаты. А разминать области, которую называют просак, то есть между корнем полового члена и ануса, это непосредственное воздействие на простаты. Но я вам скажу, что если вы и при геморрое будете разминать эту область, то тем самым вы будете улучшать локально даже капиллярное какое-то венозное кровоснабжение в области низа живота. И это будет тоже в том числе полезно. Но прежде всего он лечится нарушением, восстановлением венозного оттока из нижних отделов прямой кишки. Вот там. То есть снимаем напряжение с тех отделов кишечника и восстанавливаем венозный отток. Вот так, наверное. Да, ну я думаю, что массаж, он поможет в данном случае, все равно на пользу пойдет. Плюс движения, если вы начнете делать какие-то движения, которые помогут большому малому тазу быть в форме, если вы будете делать упражнения мышечные, которые там же опять находятся, все это пойдет на пользу. Движения, правильное питание, правильное отношение к жизни, это все вот то, что как раз доктор прописал в данном случае. Поэтому массаж, разминание, здесь было написано Николаевичем, я думаю, что одна из форм, и все будет хорошо, замечательно. Но не забывайте про другое, все остальное. Вопрос эфира Дмитрия из Торонто. Здравия всем! Как бороться с сезонной аллергией на пыльцу? Благодарю за ответ. Аллергия на сезон, аллергия на пыльцу, она возникает вследствие наличия в организме каких-то патогенных микроорганизмов, извините за тавтологию, которые гибнут вследствие воздействия этой пыльцы на них, и гибнут причем обильно, почки не справляются с единовременным их выведением, поэтому они оказывают влияние на слизистую, на кожные покровы и так далее. Так вот, бороться с сезонной аллергией на пыльцу можно заранее устраняя в организме вот эту патогенную флору. Как ее устранять? Можно принимать какие-то противовирусные средства, можно принимать противогрибковые средства. Я, например, когда работаю с аллергиками, я использую внутривенные вливания соды, добавляю туда немножко еще экстракта корня солодки, и сода прекрасно чистит кровь. Если есть конкретные данные о том, что присутствует еще и вирус, то добавляю какие-то противовирусные средства, то есть, возможно, перекись водорода, чтобы подавить в организме эту вирусную инфекцию. Но обычно, если это именно аллергики, вот на последних случаях скажу, что мужчина, в принципе, практически весь год получал такие аллергические симптомы. У него насморки, у него кашель, у него сопли, слюни и так далее. И он получил порядка пяти вливаний соды по 200 мл. Я ему туда, правда, добавлял корень солодки, берест я ему добавлял, и еще немножко полыни, и чуть-чуть экстракта чаги, по чуть-чуть. И вот за пять таких вливаний он успешно потом стал уже преодолевать последствия вот этих же аллергических там сезонов, пыльцы и так далее. Это говорит о том, что как только в какой-то степени было преодолено вирусное тягощение, там грибное вирусное тягощение в организме, то, соответственно, аллергические проявления уменьшились, либо вообще ушли. Поэтому для того, чтобы преодолеть сезонную аллергию, нужно подавить в организме тот фактор, который вызывает эти аллергические проявления. А с нашей точки зрения эти аллергические проявления вызывают либо вирусы, либо грибки, либо простейшие, которые в большом количестве находятся в организме. Хорошо. Ну вот коснулись мы еще параллельно тех вопросов, которые с нижней чакрой связаны, еще и аллергии. Я думаю, все на пользу пойдет. Теперь возвращаемся к нашей теме. Вопрос в эфир от Виктора Леонидовича. Термины медицинские разъясняй, пожалуйста, которые говоришь. Микарды, миокарды разные и тому подобное. Ну, миокарда... Нет, нет, это просто так вот, к слову. То есть в следующий раз, когда ты говоришь какое-то ругательное слово на латыни, ты как-то так переводи на наш понятный язык. Все, Виктор Леонидович, я понял, благодарю за вопрос, за слово. Я буду так придерживаться, по-простецки буду говорить. Да, чтобы понятно было. А то мы как-то говорим, как будто это на консилиуме докторов. Но при этом половина из консилиума не понимает, что они доктора. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Арират, поясни, оздоровительный эффект мочи, особенно мочи ребенка, при прикладывании к местам ушибов, синяков, с твоей точки зрения. И правда, что моча здорового человека чище человеческой слюны. Благодарю. Ну, честно признаюсь, я уринотерапию не практикую. Зря, батенька, зря. Так по утрам встал, так стаканчики накатил. А почему, давай расскажи, а почему ты так это относишься? Брезгуешь? Ты знаешь, как-то даже не вставал вопрос по этому поводу. И вот читал, конечно, много, достаточно. И пациенты тоже как-то не практикуют. Но почему? Ты знаешь, во-первых, среди пациентов, ну, все пациенты, они чем-то хворают. А у больного человека моча не особо здоровая, поэтому, возможно, не практикую. Собственную мочу пить, возможно, времени не хватает, потому что проснулся и сразу бежать надо. А это же целый ритуал, понимаешь? Вот. Плюс утренняя моча. Утренняя моча, она, не знаю, насколько она полезна, потому что она содержит как раз все продукты метаболизма, распада, которые есть в организме. Потому что ночью происходит очищение. И вот все это выходит с мочой. Возможно, сейчас, конечно, корифеи уринотерапии будут возмущаться и так далее. Я с ними спорить не буду. Им видней. У них практики там больше. Можно разобрать вопрос. Особенно мочи ребенка при прикладывании к местам ушибов. Но места ушибов проходят лучше тогда, когда к этим местам происходит приток крови. Когда к этим местам происходит приток полезных веществ. Когда температура в этих местах достаточно выше. Эффект мочи ребенка. Можно предположить, что в моче ребенка, который при этом правильно питается. Или которого, не знаю, мама еще до сих пор грудью кормит. В его моче содержится достаточно большое количество каких-то элементов, которые способствуют всем этим эффектам. То есть они улучшают ростабжение и так далее. Я, честно говоря, в своей практике с этим не сталкивался. Обычно то, с чем я не сталкивался, что я не практикую, я об этом не говорю. Поэтому у меня особой точки зрения относительно действия мочи ребенка на ушибы нет. А дальше правда, что моча здорового человека чище человеческой слюны. Здесь, честно говоря, я бы засомневался. Почему? Потому что, во-первых, я не думаю, что их можно сравнивать. Слюна у здорового человека, я думаю, такая же чистая, как и его моча. За исключением того, если у здорового человека нет гнилых зубов. Потому что слюна, во-первых, она может коррелироваться по своему ПАЖ с кровью. Если человек здоров, то слюна у него должна быть тоже здоровой. Тоже иметь такой слабо щелочной ПАЖ. Если она имеет вот такой слабо щелочной ПАЖ, то никакие патогены и микроорганизмы в ней размножаться жить не могут. И, соответственно, она будет чиста. Вот что касается мочи здорового человека, то поскольку организм человека постоянно обновляется, и всё равно наши клетки имеют продукты метаболизма, которые являются токсинами, то в моче все эти токсины могут содержаться. И поэтому моча человека, всё-таки я считаю, что она может содержать токсины. Если вот её сравнивать с человеческой слюной по количеству, допустим, содержания в ней каких-то возможных гипотетических отравляющих веществ, которые могут быть критерием чистоты, то в моче всё-таки их может быть больше, нежели в слюне. Да, здесь иногда бывает так, что люди, у которых есть какие-то проблемы во рту, слюна у них столь же ядовита, как у комодского варана. И поэтому сравнивать с мочой, и говорит, лучше бы ты меня не плюнул, а лучше бы ты меня... Вот, а когда там говорил что-то по поводу, ну, пытались мы разобраться, что детское, не детское, ну, так представляется, больной человек такой сидит, там маленький мальчик говорит, слышишь, малец, иди-ка сюда, давай-ка меня лечи стакан такому, раз, давай, наливай. Ну, вот насчёт того, что чище, не чище, на мой взгляд, надо понять, что всё-таки слюна и моча – это всё-таки разные совершенно составляющие, поскольку слюна – это то, что куда вводится что-то, и нужно для определённых процессов, потом запускающих в организме что-либо, а у моча – это уже когда что-то выводится, и поэтому в моче присутствуют те вещества, которые из организма выводятся как вредные, как уже отработавшие, и поэтому я как-то так затрудняюсь, честно говоря, сравнивать то, что выводится, с тем, что во рту. Всё-таки, на мой взгляд, это по определению разные вещи, и состав у них разный, и так далее. Кстати, вот пару слов в отношении мочи. Есть такое очень полезное свойство. Если делать спринцевание утренней мочой в прямую кишку, то таким образом можно регулировать гормональный фон нашего организма. У нас в прямой кишке есть рецепторы, которые реагируют на качество, на состояние мочи, и тем самым подстраивают всю нашу гормональную систему. Так что пользуйтесь. Ну, вот это другое дело, потому что когда кто-то начинает это принимать внутрь, именно сверху, то это как-то по-другому всё-таки смотрится. Может быть, опять же, вот как ты опять сегодня в эфире поправился, что ты против употребления молока как пищи, но при этом как какой-то медицинский такой вариант. Как лекарство. Допускаешь. То же самое, например, как спирт. Мы понимаем, что делает спирт с человеком, но иногда необходимо просто употребление спирта, если в нём что-либо растворено. Это опять же не говорит о том, что мы сейчас скажем, давайте-ка, друзья, мы сейчас по стопарику там опрокинем и будем лечиться. Нет, я против этого всегда был и всегда буду. Но бывают моменты, когда даже какой-то наркотик необходимо принять для того, чтобы человеку сохранить жизнь. Вот сколько таких было случаев на фронте, когда человек получает какую-либо травму психологическую или физическую. Ему просто наркотик вкалывают. Или во времена войны в Великой Отечественной, когда не было каких-то наркотиков под рукой, ему давали выпить два стакана самогона такого очень крепкого. Он отрубался, его таким образом куда-то доставляли, делали операцию. То есть я против употребления дурманящих средств не по назначению. Я против употребления наркотиков не по назначению. Но если от этого зависит жизнь человека, если это будет иметь лечебный эффект, вот в этих случаях тогда я допускаю употребление. Поэтому, когда мы говорим про уринотерапию, надо понимать, что смех смехом, но есть некоторые опыты у людей, которые показывают, что да, употребление уринотерапии, оно иногда имеет благоприятные потом воздействия. Или какие-то последствия. Но самый простой способ и более такой щадящий, о котором ты сказал, это берем клизму и туда. В этом случае, да, там все близко и как-то так сходится. Вот с точки зрения выпивания, промывания, вот тут надо быть поосторожнее и понимать, что вы делаете, как и там должна быть определенная технология. Ну ладно, я думаю, этот вопрос мы закрываем. Давай дальше идем. Сергей П. Вопрос в эфир. Как относятся соведущие к продаваемым сборам трав? Например, антипаразитарный чай и тому подобное. При условии, что нет возможности собрать самому, конечно же. Сергей П. Сергей, благодарю за вопрос. Вопрос хороший, важный. Значит, прежде всего к травам я считаю, что относиться нужно как? Для человека наиболее полезны те травы, которые произрастают в месте его проживания. Это первое. Поэтому, если вы приобретаете травы, вы осведомляетесь, где они произрастают. И для вас конкретно будут наиболее полезны те, которые растут вам ближе. Вот. В целом, ничего против продаваемых сборов трав я не имею. Единственное, что я тоже, допустим, ну, большую половину трав я приобретаю. Но я их приобретаю не в виде сборов, а в виде отдельных компонентов. И приобретаю у тех продавцов, которых я знаю лично. Я знаю, что они непосредственно сами собирают. Я знаю, как они собирают. Я знаю, где они собирают. То есть, я в них уверен. Почему? Потому что существует целая система благоприятного сбора травы. Во-первых, кто его знает? Может быть, эти травы собирались рядом с дорогой, где ходит автомобильный, железнодорожный транспорт. Может быть, эти травы собирались каким-то варварским способом, что непременно окажет влияние на качество этой травы. Может быть, эти травы собирали люди, которые сами по себе такие черные, скверные и вокруг себя смрад распространяют. Поэтому, если здесь все сделано благостно, благоприятно, то почему бы не купить такой сбор? Но если вы не уверены в том, как и откуда, какое происхождение этих трав, то лучше все-таки этого не делать, не приобретать. Что еще касается, нужно понимать, что трава сохраняет свои целебные свойства только в том случае, если она была правильно, не то что собрана, а правильно заготовлена еще. И плюс, если срок ее заготовки не превышает года. То есть, если трава была заготовлена более года назад, она уже как лечебное, как оздоровительное средство непригодна. Эта трава может быть пригодна для того, чтобы принять ванну, для того, чтобы запарить фитобочку, сделать какой-то тазик, ноги попарить, но не для того, чтобы лечиться от какого-то заболевания. Только свежие травы. Желательно соблюдать периодичность сбора трав, периодичность... То есть, вы знаете примерно, вот вам нужна такая трава, вы посмотрели в справочные материалы, когда она собирается, в какой период. И в этот период пошли и приобрели непосредственно, желательно, конечно, у тех людей, кто сам это собирает, если такое возможно. Если невозможно, то хотя бы старайтесь наводить справки о этих компаниях, которые продают эти травы, как интересоваться у их представителей, каким образом они собирают, каким образом они изготавливают и так далее. Плюс еще нужно понимать, что место произрастания травы имеет значение. К примеру, если эти лечебные травы культивируются специально, они, как ни странно, но имеют, на мой взгляд, меньший лечебно-оздоровительный эффект, нежели те, которые растут в дикой природе, в естественной среде. Потому что, ну, все-таки, среда имеет тоже определенное значение. И травы, дикоросы, я вам хочу сказать, что они растут всегда там, где нужно, в наиболее благоприятных условиях для этой травы. А когда мы ее специально высаживаем где-то, она будет иметь пользу, она будет полезной, но все равно это будет в какой-то степени менее полезной, хотя бы с точки зрения энергетики, хотя бы с точки зрения заряда этой травы, тот, который она будет нести в себе, тот образ пользы. Потому что, с моей точки зрения, в большей степени трава лечит, именно передавая человеку некую информацию. Образ здорового, допустим, чего-то там, образ здоровья передает. Вот, ну, а дальше уже все на ваше усмотрение. Ну, что касается, вот конкретно, вы написали антипаразитарный чай, то действие такого антипаразитарного чая я могу рассматривать, лично мое мнение, как такое, ну, близкое к эффекту плацебо. Почему? Потому что, во-первых, кишечных паразитов антипаразитарным чаем вряд ли победишь, потому что для того, чтобы победить кишечного паразита, нужно нормализовать еще состояние кишечника, нужно нормализовать состояние крови. И тогда, вот, плюс чаи, сами по себе, многие кишечные паразиты, они уходят только от применения достаточно токсичных трав. А чай предполагает под собой что-то такое легкое, что-то такое ненавязчивое, и вряд ли туда кто-то будет подкладывать там токсичные элементы, такие как там полынь, пижма. Может быть, даже они там и будут присутствовать, но вряд ли в больших количествах. Вот. При условии, что нет возможности самому собирать. Ну, если нет возможности собирать самому, опять же, я повторюсь, то старайтесь наводить справки о том, кто, где и как собирает эти травы. И вот таким образом, может быть, вы найдете тех, у кого нормальные травы, скажем так. Я с тобой полностью согласен. Во-первых, хочу по дикоросам поделиться своим наблюдением. На самом деле, заметил, что многие дикоросы в естественных условиях, даже на почвах, которые абсолютно, казалось бы, непригодны для прорастания таких каких-то полезных трав, они дают очень хорошие урожаи и очень сильны. А когда их высаживают на какие-то клумбы, на грядки, то они вроде бы все хорошо, замечательно, но при этом почему-то качества полезные уменьшаются. Это первое. И второе, что когда вы хотите лечиться травами, то в первую очередь необходимо обратить на те травы, которые у вас растут прямо под вашим носом. Вот на вашем участке, вокруг вас, где вы живете, потому что вокруг вас будет находиться именно та трава, которая вам нужна. Вот так устроена природа. Если у вас внутри происходит что-то такое не очень хорошее, то, видимо, выделяются какие-то энергетические посылы в этот мир. И вот притягиваются, не знаю, семена, или кто-то там рассаживает, или посылает ваше высшее Я, или ваш, как кто-то говорит, ангел, или лег, хранитель вот этого все рассеивает вокруг вас. Не знаю, не буду сейчас углубляться. Но суть в том, что именно вот эти травы, они растут вокруг вас. И поэтому, если вы видите какую-то травку, вдруг, вот просто идете, вот вышли из дома, да, и посмотрите, травка какая-то растет. Обратите внимание, особенно если это ваш частный дом и ваша земля, обратите внимание, эту травку возьмите, изучите ее, посмотрите в интернете, посмотрите справочники, что за травка, какие свойства она в себе содержит, какие недуги позволяет излечить. Вполне может так случиться, вы будете удивлены, что как раз вот этим недугом вы и страдаете. И эти травки, они, как некоторые, Богом вам посланы. Так, ладно, продолжаем дальше изучать вопросы, поступившие из чата. Олег из Иркутска задает вопрос. Бывает, временами появляется приятное ощущение теплоты в мышцах голени. Подскажи, Арират, от чего может быть такой эффект? Благодарю. Благодарю за вопрос, Олег. Ну, на первый взгляд, вот при, исходя из формулировки вопроса, я могу предположить, что, вероятно, временами, вот как ты пишешь, бывают временами, то есть временами по каким-то причинам открываются, в большей степени открываются сосуды, и свежая артериальная кровь поступает, возможно, в больших количествах в те места, куда раньше она поступала меньше. И от этого ты ощущаешь теплоту в мышцах голени. Возможно, ты занимаешь какое-то положение тела или совершаешь какие-то движения, которые, к примеру, расслабляют мышечный тонус и мышцы, которые пережимали до этого, либо сосудик, либо нервное окончание, которое энервирует эту какую-то часть сосуда. Она освобождается и дает новые импульсы, посылает свежий поток крови туда. И ты вот ощущаешь это в виде ощущения тепла. Я могу объяснить это, допустим, таким образом, что, возможно, при определенных обстоятельствах усиливается кровоток, приток крови к мышцам голени. Это либо вследствие освобождения каких-то нервов, поджатых мышцами, либо вследствие освобождения сосудика, то есть при каких-то факторах. Ну, в любом случае, это хорошо. И нужно понять, отследить, проследить, при каких обстоятельствах это происходит, и постараться намеренно это практиковать и наблюдать, появляется ли такой эффект. И если такое есть, то, возможно, можно предположить, что есть какая-то проблема кровоснабжения с мышцами голени, если ощущается такое резкое потепление иногда. То есть за обычное состояние, принято считать состояние недостаточного кровоснабжения, возможно. А когда кровоснабжение восстанавливается, то кажется, что пришло что-то новое. На самом деле, возможно, просто восстановилось то, что должно быть. Потом при изменении, возможно, положения тела или мышечного тонуса, опять кровоснабжение ухудшается, и все возвращается в прежнее состояние. По крайней мере, из формулировки вопроса я могу предположить так. Хорошо. Вопрос эфира от Баяна. Здравия всем. Скажите, пожалуйста, какие меры необходимо человеку предпринимать, чтобы предотвратить появление геморроя и простатита? Как можно убрать с кожи бородавки, папилломы без операции, без скальпеля? Благодарю за ответ. Какие меры можно предпринять, чтобы предотвратить появление геморроя и простатита? Ну, прежде всего, препятствовать проникновению грибной инфекции в организм, это раз, следить за состоянием крови, два, следить за состоянием нижних отделов кишечника и области малого таза. Вот. Это чтобы предотвратить появление геморроя и простатита. Вот. Ну и, отвечая на предыдущие вопросы, я говорю, что, помимо этого, нужно еще следить за количеством половых актов, нужно следить за состоянием почек, это относительно простатита, ну и так далее. Как можно убрать с тела кожу, бородавки, папилломы неоперативно через... Без скальпеля. Без скальпеля, да. Но здесь много различных рецептов, честно говоря, папилломы, они уходят обычно тогда, когда количество папилломовируса в организме снижается, папилломы засыхают и уходят. Просто так убирать папилломы, не убирая из организма папилломовируса, это, ну, сизифовтрут отчасти. Убирать их там можно по-разному, можно ниточкой их там перевязывать, они там отсыхают, отпадают, но потом через время появляются новые в других местах. А бородавки? Бородавки – это орган дыхания грибницы, то есть мицель. Ну, мицель – это вот в нашем организме живут грибки, они формируют из себя некую колонию. Эта колония распространяется по всему организму и различные части этой грибницы выполняют разные функции. Так вот, бородавка – это дыхательная часть грибницы. Есть там, допустим, такие вот в кишечнике проявляются всякие наросты, это вот там система размножения или еще чего-то. Поэтому, если вы, опять же, уберете бородавку, я у себя убирал бородавки таким способом, когда-то, ну, когда мне было лет 20, значит, взял картошку, у меня их было две, взял картошку, сырую, разрезал напополам, и одной частью картошки потер одну бородавку, другой частью картошки потер другую бородавку. Потом эту картошку нитками связал, пошел, землю закопал и она сгнила. Она сгнила, там через какое-то время бородавки мои ушли. Вот, допустим, на своей практике я испытал вот такое вот с пациентами, когда есть бородавки, я что делаю? Я беру соду, там, 4-5% и подкалываю под бородавку. И со временем бородавка засыхает и проходит. Но при этом нужно понимать, что бородавка это всего лишь дыхательный орган грибницы в нашем организме. Для того, чтобы бородавки ушли безвозвратно, желательно, конечно, эту грибницу в организме победить. Ну, вот так, наверное. Ну, вот как раз ты когда рассказал про подкол с содой под бородавку, то в этом случае получается, что итальянский доктор, который лечит различные онкологические заболевания прокалыванием раствора соды в те места, вот как раз он из той же серии все делает. То есть, получается, если мы говорим о том, что один из вариантов онкологии это грибной вариант, когда соединяется вместе грибные заражения грибами и вирусами, то возникает онкология. И как раз сода, она создает тот уровень щелочности, который вот этим грибам и вирусам очень неприятен. и как следствие не уходит сам рак, а уходит возбудитель рака. Естественно, организм с этим раком уже справляется очень просто. Можно я добавлю немножко? Добавляй, конечно. Исходя из своей практики, мы с Алексеем планируем сделать еще одну передачу по поводу рака, но я думаю, что ее сделать нужно чуть позже, когда появятся еще некоторые новые результаты, которых я жду. Так вот, исходя из своей практики, субъективное мнение выражу, скажу, что сода помогает только лишь на начальных стадиях, когда рак находится, ну вот не то, что рак, ну скажем так, раковые какие-то заболевания находятся на начальной стадии своего развития. Когда это переходит уже такое глобальное, то сода в данном случае, ну по крайней мере из моих наблюдений, она уже здесь малоэффективна. И поэтому нужно понимать, что сода, ну на самом деле это не панацея от рака. Да, при помощи соды можно приводить кровь в надлежащее состояние, но в данный момент существуют такие вирусы, которые, по крайней мере, вот если человек как бы не обладает каким-то очень сильным энергетическим потенциалом, волей к жизни и так далее, то сам по себе организм с этим не может справиться и нужно что-то добавлять. То есть какие-то еще моменты, либо там голод, уходить либо в полный голод, либо добавлять какие-то там вещества, которые могут эти бактерии подавить. Да, я согласен с тем, что какие-то онкологические заболевания вызывают симбиоз нахождения гриба-кандида и вируса герпеса, не то, что или кандида, или гриба-ликогала, и хламидии. То есть грибная вирусная составляющая. Более того, есть такие вот сейчас исследования вирусологов, они, конечно, не пользуются общей популярностью. Так вот, эти вирусологи говорят, что нет разницы между хламидиями, частью видами хламидии и грибом-ликогала. То есть некоторые микроорганизмы, которые принимаются за вирусы, это всего лишь какие-то промежуточные стадии развития гриба-ликогала. И здесь можно сказать, что вообще вся, ну, по крайней мере, есть такое мнение, я его отчасти поддерживаю, что вся вот эта онкологическая структура это грибная инфекция нашего организма. Конечно, сода убивает грибы, но, скажем так, не на любой, не на всякой стадии его развития. Ну, об этом, да, мы поговорим в отдельной передаче, потому что, понятно, я это сказал упрощенный в формате, ты дополнил с точки зрения уже каких-то тонкостей, а вот более подробно мы поговорим в одной из следующих передач, я думаю, это будет многим и полезно, и познавательно, да и на всякий случай это надо знать, чтобы в себя, в себе не допустить развития вот этой гадости. Хорошо, это мы оставим на следующий вопрос, просто я упрощенно сказал, что так вот схемка, схемка была, если мы создаем для, мы же про бородавки говорили, а бородавки, как сказал, это видимая часть гриба, через которую они дышат, вот если мы под них подкалываем, там, где грибница находится, мицелий, то в этом случае тогда им там становится очень некомфортно, потому что не их среда, щелочная, кислота щелочная, и они просто-напросто или погибают, или вылезают, вот что я имел в виду, и провел параллель с некоторыми вариантами возникновения, как раз вот некоторыми вариантами возникновения онкологии, но более подробно мы разовьем в одной из тем. Дальше, дальше вопрос от Олега из Иркутска. Какие физические упражнения для простаты предложишь для профилактики, какие народные средства лечения простатита предпочтительнее, лечение каштаном, осиной, сокотерапией, прополисом, петрушкой или свои предложишь, спецрецепты. Благодарю, Олег из Иркутска. Так, ну, значит, физические упражнения для простаты, ну, здесь любые физические упражнения, которые улучшают кровоснабжение области таза. То есть, это движение ногами, это какие-то махи, круговые движения, это наклоны, то есть, там, где происходит сгиб, сложение туловища, то есть, подъем туловища, то же самое, пресс качать, не знаю, там, вверх ногами висеть, вот, это бегать, прыгать, там, сгибать ноги в коленях, лежа, стоя, сидя, там, как угодно. Вот, то есть, главное, чтобы в область таза, вот эти тазобедренные суставы двигались. Какие народные средства лечения простаты предпочтить? Лечение каштана, массивной сокотерапии, пропорисом. Ну, на самом деле, здесь, кому что больше подходит, на кого что больше действует? Вот, это на самом деле так, что нет единого средства народной терапии, которое работает, вот, на всех, да, вот, ему хорошо, ему, ему, ему. То есть, нет, есть, допустим, сода, она всем хороша, там, перекись, но это несколько уже не то, что средство народной терапии, это уже, скажем так, средство народной медицины, да, вот, такое вот. Вот, а вот из этого нужно пробовать, выбирать вообще, я бы рекомендовал петрушку, побольше зелени, побольше петрушки, и тогда, это вот мой, вот из того, что ты предложил, Олег, я бы петрушку, вот, петрушку, прополис, вот, прекрасно, сокотерапия, но сокотерапия разбавлена, чтобы сок был не чистый, а разбавленный водой, вот, теплой водой. Спецрецепты какие предложить? Ну, спецрецепты, я говорил в самом начале, там, можно делать сбор для лечения, простатита, там, почки березы, лист, брусники, спорыш, зверобой, золотарник, вот такой, допустим, сбор сделать, и прекрасно будет работать. Вот, ну, наверное, так. По поводу лечения каштаном, вот, к своему стыду я скажу, что я вот, не знаком с этим методом, лечение осиной, осина в большей степени помогает для печени, вот, ну, сокотерапия, она в целом влияет на состояние организма, общие обменные процессы, прополис, то же самое, в общем, укрепляющее средство, а вот петрушка, это уже специальная, петрушка, она помимо того, что общий укрепляющий, она воздействует еще на простату, поэтому я бы вот на петрушке прополисе остановился, вот, было бы эффективно и хорошо. В общем, петрушка, мужики, наше все. Да, петрушка, наше все. Так, Миколаевич, вопрос, а как береста используется, поподробнее можно? Береста используется, ну, в бересте содержится вещество бетулин, бетула с латинского береза, и вот, считается, что это очень эффективное лекарство, оно помогает, в общем, при любых свойствах, есть, у нас ученая, которая называет бересту даже лекарством от смерти, вот, это действительно так, она лечит при различных, как используется, да просто делается из нее отвар, вот, можно его пить, можно после этого и его профильтровать, постерилизовать, использовать внутривенно, вот, ну, аккуратно, конечно, там, с дозировками, со всем остальным, для чего она используется, ну, она используется как противовирусное средство, как противовоспалительное, как гепатопротектор, вот, как усилитель, там, местного иммунитета, поэтому, можно, ну, в целом, в народной медицине, если не использовать, там, там, шприц-капельницу, то она используется внутрь, то есть, сделали отвар какой-то из бересты, вот, и пьете его, попиваете, вот, таким образом, для чего, ну, для почек, для печени будет хорошо, вот, взяли, допустим, там, столовую ложку этой бересты, залили ее, опять же, пол-литрами кипятка, или проварили минут 10-15, потом настояли, процедили, и пейте в течение дня, вот, эти пол-литра, будет полезно. Хорошо, следующий вопрос задал я Гриша, так, я так и не понял, с чего вдруг в трусах мужчина будет прохладно, и наоборот, почему у женщин, наоборот, без трусов тепло, вот и вернулись мы к той самой теме, которая взорвала наш чат в свое время. Значит, так и не понял, с чего вдруг в трусах мужчина будет прохладно. Но, прохладно в трусах или нет, это индивидуальное ощущение, потому что на коже каждого человека присутствует различное количество рецепторов, у кого-то их может быть больше, у кого-то их может быть меньше, который реагирует на холод, тепло, там, окружающей среды, и так далее. Я лишь говорил о том, что у мужчины тестикулы вынесены за пределы тела. Для чего? Для того, чтобы они имели возможность охлаждаться, потому что, если тестикулы находятся в очень теплой среде, даже если они будут находиться при температуре 36,6 градусов, то процессы проистекающие в них, то есть производство спермы уже будет ухудшено, да, и там спермы будет меньше производиться, и сперматозоиды не будут обладать такой активностью, поэтому тестикулы вынесены наружу, и в связи с этим я говорю, что мужчинам будет полезно иногда принимать вот такие прохладные воздушные ванны, ну, и вообще не перегреваться в той области, вот, и наоборот, почему у женщин без трусов тепло? Ну, здесь, наверное, испорченный телефон. Женщинам, про женщин без трусов мы не говорили, вот, а говорили лишь о том, что у женщины все вот такие чувствительные к температурному режиму органы, они, наоборот, находятся внутри состава тела, и женщинам нужно утепляться по отношению, то есть по сравнению с мужчиной, то есть мужчине можно на холоде быть какое-то время, а вот женщине нежелательно. Вот об этом я говорил, наверное. Да, про то, что мы не говорили женщинам, про то, без трусов, я это полностью подтверждаю, не говорили, а вот сейчас можно сказать. Дело в том, что раньше, как уже неоднократно тоже в передачах с разными людьми общаясь, мы отмечали, что до определенного момента прошлого века большинство деревенских барышень очень хорошо обходились без этого, так сказать, причиндальчика и зимой и летом и спасала их длинная юбка, а то и не одна юбка, которая, или которые одевались прямо на голое тело и в общем-то было все хорошо и как известно вот такая купольная система она позволяла сохранять тепло, она сохраняла защищать те органы, о которых ты говоришь, от вымораживания и люди в общем-то не болели, мало того, что те и энергии и испарения, которые шли от земли, они в общем-то довольно благотворно влияли на здоровье женское, это тоже надо учитывать, но не просто так мужчины носили порты, а женщины не носили порты, ну и просто так, мужчины у нас не одевали несколько юбок, а женщины одевали, вот когда вы начинаете это все осознавать, понимать, то тогда все становится на свои места и, наверное, многие сказки, присказки о том, что женщина брала от матери земли живородящую энергию, они становятся не просто сказками, в этом есть некая еще такая жизненная некоторая мудрость, о которой мы современные люди иногда просто не задумываемся, ну так вот, разобрались наконец с трусами, давай идем дальше, вопрос эфир от Олега из Иркутска, я слышала, что организм человека поддерживал температуру в 35 градусов при стательной железе, отсюда не рекомендуется шибко-горячительные ванны и бани, что скажешь по этому поводу, Рират? ну, допустим, к своему сожалению, я не слышал о том, что поддерживает температуру 35 градусов при стательной железе, отсюда не шибко-горячие ванны и бани, ну во-первых, шибко-горячие бани, они на Руси никогда не были, там была температура от 45 до 65, причем с влажным паром, и человек там не перегревался, и плюс в парилке находились не длительный период, а там какой-то период потом выходили, окунались там в ключевую воду и компенсировали, но иногда длительное прогревание, вернее, иногда кратковременное прогревание, точно так же, как и кратковременное охлаждение, они полезны, потому что вызывают, усиливают и местные иммунитеты и дополнительно гимнастика для сосудов, соответственно улучшение кровоснабжения, то есть когда сосуды расширяются, или когда сосуды сужаются под воздействием холода, отсюда и улучшение кровоснабжения и улучшение там, скажем так, вот это вот местного иммунитета, и здесь я не согласен с тем, что не рекомендуется только горячее, в принципе кратковременно можно, длительно, конечно, не следует, вот, то, что для именно самой простаты температура 35 градусов, я думаю, здесь идет некоторая непонимание, возможно, может быть, простату путают с тестикулами, вот для тестикул, да, там температура свыше 35 градусов не рекомендуется, наверняка, а вот для предстательной железы, как и для любого другого органа, в принципе, я не думаю, что 35 градусов, ну, конечно, те, кто изучал простату, может быть, более глубже, они с этим не согласятся, у них свое мнение, но, с точки зрения, как бы, логики строения организма, можно предположить, что именно для самой простаты здесь нет ничего страшного в повышении температуры, для тестикул есть, а для простаты нет, и шибко горячие в ванной, бане, но шибко горячие, собственно говоря, и особо не рекомендуется, во всех своих назначениях я рекомендую, чтобы температура ванны, температура ванны была 38-42 градуса, не больше, это не шибко горячее, это теплое, но о банях я уже поговорил, то есть, я бы рекомендовал, действительно, температуру ванны не более 42, а температуру ванне не более 65, с учетом влажного пара. Хорошо, Сергей П., вопрос эфир, а как арират относится к мазям, дальше по буквам, биозарнил и гепарин, 1000 ед, есть ли от них польза? Ну, арират к мазям таким никак не относится, я их не использую, не практикую, я даже не могу сказать, есть от них польза или нет, к сожалению, это, наверное, не ко мне, к справочнику Машкова, наверное, там более качественно описано это. Ну, если какие-то мази продаются, значит, это кому-нибудь нужно, вопрос, нужно ли это вам, да? Дальше, Михайлович, Миколаевич, вопрос следующий, нарушение психосоматического состояния было гипнотически внушено мне, как снять установку на саморазрушение? Благодарю. Гипоксию сделать, сделать достаточно глубокую гипоксию, единственное, самостоятельно вы ее не сделаете, ну, попросите кого-нибудь, чтобы вам провели гипоксию, о том, как проводить гипоксию в интернете, информации полно, вот, у меня можете посмотреть, там, Могулов об этом много рассказывает, и делайте. То есть, попросите, чтобы вас чуть-чуть придушили. Да, перезагрузили. Правильно, правильно, придушили, и перезагрузка произведет мозга, и многие установки, такие простые, якорьки, они отпадут сами собой. Ладно, хорошо, а вообще, самый лучший способ, я отвечаю, Николаевичу, самый лучший способ, это разумное самопрограммирование, то есть, когда вы начинаете устанавливать некую программу, которая начинает ваше, ну, кто-то говорит, подсознание, ваше животное, ваше человекообразное существо дрессировать. В конечном итоге все установки, которые идут извне, они просто-напросто перестают действовать. То есть, вы одну программу закрываете другой программой. Это, как один из более правильных вариантов. А вот, быстренько снять, избавиться, это, конечно, вот о чем Арират сказал. Здесь однозначно я стою на сторону Арирата. Дальше. Вопрос в эфир от Олега Изаркутска. Из какой ткани порекомендуешь Арират носить опять про трусы? Трусы, чтобы был оптимальный теплообмен и какие негативные последствия может дать резинка на нижнем белье, перетягивающая поясницу? Благодарю. Вот какие у нас сегодня интересные вопросы. И все к трусам, все к трусам. Ну, я сам ношу, значит, порты из ХБ, из хлопчатобумажной ткани. Оптимальный теплообмен и так далее. Меня устраивает, не знаю, я исследований по этому поводу не проводил. Какие негативные последствия может дать резинка на нижнем белье, перетягивающая поясницу? Ну, резинка на нижнем белье, перетягивающую поясницу может нарушить лимфоток, она может нарушить капиллярное кровоснабжение и в конце концов может из-за нарушенного лимфотока там нарушится скорость обменных процессов, нарушится скорость выведения токсинов из организма. И ничего хорошего, собственно говоря, от этого не будет. Поэтому, а если нарушится еще и капиллярное кровоснабжение, то там получится еще и застойные явления, и оптимальная среда может быть для развития каких-то дисфункциональных состояний. Поэтому резин, в любом случае человеческое тело не должно быть длительное время чем-то туго перетянуто. Вот у женщин это бюстгальтеры, у женщин это там какие-то колготы, какие-то вот такие вот нижние белье, которые резко передавливают. Белье, конечно, любая одежда должна быть в размер человеку, но не то, чтобы больше. Больше тоже не полезно носить, больше твоего размера. Вот именно твой размер, но не меньше. Когда меньше, она уже тебя утягивает и как бы нарушает функционирование твоего тела. Вот так. Да, вот Света написала, то придушить, то мухоморме отравиться, но и методы тут у вас. Да, методы у нас такие. Ну, еще пару вопросов зачитаем, и дальше будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Миколаевич, вопрос, а чем лечить герпес? Я думаю, может быть, мы не будем как-то на этот вопрос сейчас отвечать, а просто порекомендуем найти предыдущие эфиры. Там про герпес много что было сказано неоднократно? Ну, да, можно посмотреть предыдущие эфиры, а так просто в общих чертах лечить перекисью водорода и пчелами. Хорошо, вопрос эфир от Михаила из Москвы. Арират, здравия, что подскажешь от зуда на коже, какая причина его появления? Благодарю. Ну, зуд на коже может вызываться либо наличием каких-то этих паразитов в коже, может вызываться какой-то аллергической реакцией, какая причина его появления. Посмотреть, в каком месте этот зуд расположен, посмотреть проекционная зона, какого органа это, обратить внимание, что, как у вас самочувствие, что у вас с этим органом. В любом случае обратить внимание на состояние почек, потому что если через кожу что-то выделяется, появляется покраснение выделения, то это в любом случае работа почек. То есть, возможно, почки не справляются с своей работой, потому что вы мало водички пьете, и тогда им приходится через кожу выводить токсины. Обратите внимание на место, где они появились, если на руках, к примеру, зуб, то, может быть, это имеет отношение к толстому кишечнику. Если это в области глаз, то это к почкам. Если на лбу, зуб, то это, опять же, допустим, это тонкий кишечник. На щеках, на шее, это легкие, это, опять же, почки. Ну и так далее. То есть, в каком месте на теле появился зуб, соотнестись с тем органом, ну и плюс посмотреть, как у вас обменные процессы растекают, хватает ли жидкости в организме, не было ли у вас там какой-то медикаментозной интоксикации, не было ли у вас там пищевой интоксикации. То есть, может, вы переели, передаете последнее время, что у вас кишечник не справляется с переводиванием пищи, и все эти токсины вылазят наружу. Может быть, у вас есть отягощение организма вирусами, грибами простейшими. Вот. И они почему-то стали дохнуть, и вот так вот у вас на кожу эти последствия вылазят. Может быть, у вас какая-то активность вот этих вот областей кожи, там, вследствие изменения иннервации, там, может быть, что-то с вегетативной нервной системой, с позвоночником, может быть, это психосоматическое расстройство. Тут очень нужно разбираться по каждому конкретному случаю. Согласен с тобой, что давать каких-то однозначных рецептов или вариантов лечения, наверное, вот так вот в эфире, не зная причину, не чувствуя человека, не общаясь с ним, довольно-таки проблематично. Можно порекомендовать просто одно – наблюдайте за тем, что вы делали до этого, что вы употребляли до этого и как вы реагировали на что-то до этого. Вот это самое простое. То есть, может быть, вы не выспались, может быть, вы перенервничали, может быть, кому-то что-то сказали нехорошее, может быть, что-то съели и там повылазило. Так что обращайте внимание на какие-то мелочи. Вот это первый, кстати, один из путей – быть сознательным, когда вы начинаете фиксировать все свои дела. Чем чаще вы обращаете на свои действия внимание, чем больше вы фиксируете внимание на то, что происходит внутри вас, на то, что делаете вы сами, на то, что происходит вокруг вас, тем более осознанно вы живете. А если вы осознанный человек, то в том случае вы уже приближаетесь к тому понятию, к тому, к тому, кем вы должны быть, скажем так, кого принято назвать азом. Вот это более правильно. Ну что, вопросы мы все прочитали. Надеюсь, что вопросов уже больше не поступит. И я предлагаю перейти к заключительной части нашей беседы, то есть уже начать, подводить итог нашей встречи и желать доброго, чего-то вечного нашим радиослушателям. Я хочу прежде всего поблагодарить слушателей. Благодарю вас за то, что вы были с нами, задавали свои вопросы, очень хорошие, очень интересные вопросы. Я со своей стороны хотел, надеюсь, что у меня получилось рассказать вам, как на практике можно преодолеть такие ситуации, как геморрой, простатит, причем без применения каких-то дополнительных медикаментозных средств. Буду очень рад, если то, что я вам рассказал, окажется полезным. Со своей стороны я всегда рад принимать участие, когда Алексей меня приглашает на эти эфиры. Каждый эфир для меня как праздник. Я готовлюсь к нему, размышляю об этом эфире, чтобы как бы лучше вам рассказать, о чем, что привести в пример. Но прежде всего и как основное напутствие я хочу вам пожелать такое слово радуйтесь. Чем больше радости в вашей жизни будет, тем более здоровыми вы будете. Я вам хочу от себя сказать, что у жизнерадостного человека практически, наверное, никогда не бывает таких вопросов, как геморрой и простатит. Чем больше радости в вашей жизни, тем лучше состояние вашего организма и, соответственно, нет таких проблем. Поэтому радуйтесь, дороги мои. В общем, не сдавайте себе по жизни геморрой из простатита, да? Так, если можно спросить сказать. Вот Светлана написала, Захар, Алексей, благодарю за интереснейший эфир, с нетерпением буду ждать следующей встречи. А я специально для Светланы и для других наших уважаемых радиослушателей хочу напомнить, что по вторникам каждый начало меряется, первый вторник, арират у нас запланирован со своим выступлением. Так что вот смотрим, когда у нас ближайший вторник следующего месяца, а это уже не за горами в августе будет, и приходим дружненько, счастливые, довольные и внимаем тому, что говорит арират, чем он делится. А делится он всегда тем, что экспериментировал, проводил на практике. Наверное, надо с нашим радиослушателем как-то такую презентацию небольшую устроить по поводу ближайшего ожидаемого эфира. Мы с тобой говорили, что скорее всего он будет посвящен теме детского здоровья. Именно так. Да, основные проблемы со здоровьем ребенка и как можно их разрешать при помощи методов народной медицины. Сразу скажу, что основные проблемы у детей бывают это проблемы желудочно-кишечного тракта, это проблемы области малого таза, это ночной НРС, и это какие-то состояния связанные с внутричерепной гипертензией. Это основные вопросы, а там еще конечно будем отвечать на ваши вопросы, может быть еще какие-то темы появятся. Но в моей практике дети приходили в основном либо с проблемами ЖКТ, либо это глистная инвальд, то есть паразиты там, черви внутри живут, либо это проблемы низа живота, там боли какие-то, там болезненные мочеиспускания или писается по ночам, либо там частые головные боли. Вот с этими моментами связано все, но будем об этом говорить, будем рассказывать как можно эффективно лечить детский, длящийся годами НРС с самого детства и с помощью богов такое удавалось излечивать. И конечно не всегда, не в каждом случае, потому что опять же нужно сказать, каждый ребенок болеет только тогда, когда есть проблема в взаимоотношениях матери, либо с отцом, либо с родителями, либо с миром. И каждый больной ребенок это прежде всего проблема матери. И пока мама свою проблему не разрешит, то ребенок обычно окончательно радикально не выздоравливает. Да, можно убрать у него на какое-то время, но если в семье вот эти взаимоотношения напряженные между мамой и папой сохраняются, не то, что даже напряженные, они внешне могут выглядеть нормально, но если мама, к примеру, скрытая, очень сильно ревнует папу, или если мама боится, что папа от нее уйдет к другой маме, то в этом случае ребенок будет болеть. Ребенок подсознательно невидимыми нам связями с матерью связан, и он чувствует и знает все, может быть неосознанно, в виде каких-то ощущений, переживаний, все, о чем думает и переживает маму, и он болеет. Плюс есть еще одна версия того, почему это происходит, но она уже ближе такая околонаучная, есть теория, которая говорит о том, что малые биологические объекты всегда забирают на себя всю негативную энергоинформационную составляющую с больших биологических объектов, так вот, наибольшая привязка существует между матерью и ребенком, и когда есть какая-то энергоинформационная проблема у матери, то она тут же автоматически переносится, ребенок ее тут же забирает на себя, она как слазит, вот как есть мнение, что кошки лечат, кошки на самом деле не то, что лечат, а на них просто переходят проблемы человека, болезни человека, очень часто кошки умирают вместо хозяина, очень часто собаки умирают вместо хозяина, и зачастую, если такое случается, что собака умерла от рака, то в следующем, если больше нет домашних животных, именно кошек и собак, раком начинает заболевать уже кто-то из членов семьи, потому что животные с нас чаще забирают, и дети с нас забирают наши болячки, поэтому для того, чтобы радикально вылечить ребенка, необходимо, чтобы был здоровый психоэмоциональный климат в семье, когда в семье здоровый психоэмоциональный климат, дети не болеют никогда, даже в том плане, что у них не бывает ни травм, у них не бывает ни каких-то там нервных перегрузок, потому что вплоть до того, что и травмы, травмы тоже вызываются нездоровым психоэмоциональным семейным состоянием, потому что травмы, травмируется тоже только тот организм, который готов быть травмирован, я говорю о том, что состояние суставов, состояние мышц, состояние костей, связок, все это регулируется биологическими обменами, и если есть какое-то нарушение психоэмоционального состояния, оно переносится на физический план, и там идет изменение в физической структуре тела, ослабевает какая-то его часть и проявляется, может быть, даже и в травмах. Хорошо, я думаю, мы сейчас не перейдем плавно в следующий эфир. Мы дождемся все-таки начала месяца, и во вторник, первый вторник месяца мы об этом всем поговорим. Когда ты говорил про животных, домашних кошек, собак, то иногда, когда умирает хорошая собака, то я слышал такое высказание, какая же все-таки была человечная собака, и какой же все-таки собака и ее хозяин. Да, так что такие случаи бывают. Следите за тем, что вы делаете, следите за тем, какие слова, порой эмоции из вас вырываются. Ну, эмоции – это реакция на что-либо, давайте по-русски говорить. И тоже вот просьба, я присоединяюсь к просьбе наших радиослушателей, чтобы, если ты какое-то вбрасываешь иностранное словечко, то расшифровку не забывай давать сразу. Вот это как-то будет более правильно. То есть сказал слово... То есть что я там ляпнул опять? Да-да-да, умно. Ну, нет, я просто на будущее, на будущее. А, это я когда наукообразно начинаю разговаривать, что ты мне сразу подсказываешь-то, говори по-русски. Да, ты колотушку такую положи прямо на столе перед собой, так, говори по-русски. Вот, и да, чтобы сказал слово, как бы все, поумничал, руганулся, и теперь по-русски теперь говорим. Ну, ладненько. Ну, что мы сегодня, теперь уже, давай, я буду заканчивать эфир, что мы с сегодняшним сухом остатке можем получить? Значит, такая шутливая заметка, что всех больше всего в этом эфире волновали трусы в чате. Вот, не знаешь, хорошо или это плохо, но вот раз говорили про нижние центры, про первую чакру, значит, как-то вот и пришлось так. Когда говорили о чем-то более возвышенном, как-то была тишина в чате. Не знаю, хорошо это или плохо, все ли это реагировали, не все, тоже не могу сказать, но вот те, кто писали, для меня являются проявлением всех. Итак, это такая шутливая. А с точки зрения серьезности, ну вот, мужчины, понимаете, что от вас, в общем-то, зависит то, вообще, как будет существовать наша земля, как будет существовать наша родина, потому что, ну, кто, кроме нас с вами, сможет нашу родину защитить в случае чего? А если мы такие все, там, нурезники, какие-то, там, геморройщики и прочее, ну, какие мы воины, ну, понимаете, да, какие мы солдаты, какие мы вообще защитники Отечества, да и в семье тоже, ну, вот, у вас геморрой, геморрой, в принципе, когда глава семьи с геморроем, то геморрой всей семьи, да, вот так вот можно проще сказать. Вот зачем это все надо? Вы должны понять, что здоровье ваше – это здоровье всей семьи, и поэтому следить за ним, и поэтому принимать все, что сказал Арират, мне кажется, это было бы вполне логично и уместно. Поэтому в заключении хочу напомнить, что сегодня у нас, 28 июля 2016 года, четверг, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 27-й день месяца получения даров природы, 7500 до 4 лета, вторник, мы говорили про мужское здоровье, автор, соведущий Захар Беринский, Арират, рассказал нам много, что интересного, и если хотя бы какую-то часть из рассказанного возьмете на вооружение, вы будете вполне, мне кажется, здоровым человеком. На семь я с вами прощаюсь. С вами было Народное Славянское радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Народное Славянское радио. Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова